Внимание! Это новый выпуск проекта Перестройка. Данный выпуск выходит только благодаря вашей поддержке. Спасибо вам большое за лайки и комментарии, за то, что делитесь видео с друзьями. Кстати, это самое важное. Если вам понравится данный выпуск, вы можете поделиться видео с друзьями в своих соцсетях. Либо же оставить свой классный комментарий. Ну и также, ребята, сегодня вы увидите крайне занятный проект, где нас FIFA всегда подставляла. А также напомню, что я стримлю каждую субботу в 20.00 по московскому времени на своем Twitch-канале. Все ссылки найдете в описании. Теперь точно не буду вас отвлекать. Приятного вам просмотра. И начнем мы, как всегда, с истории клуба. История. Juventus – это итальянский профессиональный футбольный клуб из города Турино. Один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов мира. Клуб был основан в 1897 году. Как спортклуб Juventus. Группа учащихся из средней школы Турино. Это примерно так же, как если бы вы, учащаясь в своей школе, основали свой клуб, и позже он стал бы мировым грандом. И тут примерно то же самое произошло. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли. И уже очень давно Juventus является самым титуловым клубом в Италии. Кстати, вот его все достижения на ваших экранах. Все вы можете заценить сами. Единственное, я отмечу, что в 1988 году клуб получил награду UEFA за победу во всех турнирах, проводимых федерацией. А когда Juventus выиграл суперкубок UEFA в 1984 году, межконтинентальный кубок в 1985 году и кубок Интертото в 1999 году, он стал единственным клубом мира, которым покорились все турниры. Также Juventus занимает седьмое место в списке лучших футбольных клубов 20-го века по версии FIFA и девятое место по версии журнала Kicker. А еще Juventus одна контора поставила на второе место в рейтинге лучших европейских клубов 20-го века. Также, согласно опросам 2019 года, Juventus является самой популярной командой в Италии. За Juventus болеют, по данным компании Sport Plus, более 14 миллионов человек. И перед тем, как мы продолжим, хочу посоветовать вам MostBet, где высокие коэффициенты, широкая линия, отсутствие верификации и быстрые выплаты. А еще MostBet дает новым игрокам до 25 тысяч рублей. Например, пополнить счет на 1000 рублей, получаете на свой счет уже не 1000, а 2. Согласитесь, выгодно. Промокод и ссылка в закопленном комментарии. Каждый ваш депозит по ссылке помогает нашему каналу развиваться. Ну и каждый переход по этой ссылке и регистрация тоже. Так что, ребята, действуем. Но помните, ставки это не место для заработка, а лишь только развлечения. Чем и я иногда тоже занимаюсь. Да, и вы все это знаете. Ну а мы продолжаем данный видеоролик. Но у клуба были и как победы, так, ребята, и даже вылеты в серию B. Но вылеты были не из-за результата, в принципе. Вылеты были из-за того, что нас клуб накладывали санкции. А все из-за коррупционного скандала. Клуб лишили просто титулов чемпионства сезона 2004-2005. Скудетто 2005-2006, которые отдали, кстати, интернационали. А также еще и понизили Ювентус в серию B. Напомню, что в Италии есть три серии. Серия A, серия B и серия C. Вот Ювентус понизили как раз во вторую серию. Это вот серию B. Так еще Ювентус стартанул с отрицательным количеством очков. Минус 9 ему дали. Прикиньте. Но все равно команда смогла выйти. И вернуться в серию A. Тогда, кстати, Александр Дель Пьеру стал лучшим бордером турнира. Ну и еще и уволили там Дидье Дешама. Ну как уволили, он сам подал в оставку за разногласие с руководством клуба. В общем, команду трясло как нефиг делать. Но потом зато команда снова возродилась. И стала чемпионом уже в сезоне 11-12. И так дальше была чемпионом вплоть до, ребята, 20-го года. Да. Кстати, в то время потом пришел Роналду. И по заверению болельщиков Ювентуса, многих болельщиков Ювентуса, все развалил. Но это, возможно, не точно. Кстати, можете написать в комментариях, если вы болельщик Ювентуса или просто сторонний зритель. Считаете ли вы, что Роналду все развалил? Крайне занятно будет почитать ваши комменты. И сейчас, кстати, клубу грозит новый скандал. Но уже связанный с финансовым фэрплеем. У клуба даже отнимали очки, и он мог вообще, ребята, закончить в середине таблицы. Но потом все переиграли, все вернули с помощью суда. И клуб занял в прошлом сезоне седьмую строчку. Что является не лучшим результатом для Ювентуса. И я считаю, что Ювентусу крайне необходима сейчас перестройка. И надеюсь, что считаете и вы. И думаю, что многие со мной согласны. Так что, ребята, это проект Перестройка Ювентуса. И мы начинаем. И главной задачей этого проекта будет выход в финал Лиги Чемпионов. И на все про все у нас будет всего шесть сезонов. А также еще будут правила, которые вы увидите буквально по щелчку пальцев. Правила. Первое правило. Это, конечно же, соблюдение правил финансового фэрплея. Без этого просто никуда. Клуб уже много раз штрафовали за это дело. Вы лишали очков. Какие-то еще были моменты. Плюс еще до этого были коррупционные скандалы. Ну, в общем, Ювентусу сейчас ни при каких условиях нельзя нарушать это главное правило. Это прям такое табу. И мы должны его тоже, ребята, соблюдать. В этот раз я закину клуб сразу в серию B. Если вдруг какие-то будут нарушения. Потому что это уже накопительный итог. И вы понимаете, что у Ювентуса просто нет права на ошибку сейчас. И мы будем очень внимательно относиться к трансферам. Второе правило. Это, конечно же, правило о том, что мы не можем покупать игроков рейтинга 90 и выше. Пока не выиграем чемпионат. Пока не выиграем Лигу конференций. Пока не пройдем в финал Лиги Европы. И пока не выйдем в полуфинал Лиги Чемпионов. До этих моментов, если какое-то из этих событий не произошло. Мы не можем покупать игроков рейтинга 90 и выше. Несмотря на то, что, например, если мы в прошлом сезоне выиграли чемпионат. Взяли в новом сезоне игрока рейтинга 90 и выше. Не смогли выиграть чемпионат уже в новом сезоне. То в следующем сезоне, получается, мы не можем уже покупать игроков рейтинга 90 и выше. Это сделано для того, чтобы разнообразить как-то проект. И сделать его сложнее. Вот и все. И третье правило. Правило шести сезонов. Если мы за шесть сезонов не добиваемся никакого результата. Именно самого главного результата. Это выход в финал Лиги Чемпионов. К слову, Ювентус последний раз выиграл Лигу Чемпионов лишь только в 96 году. Это было в прошлом веке. Да. То мы, ребята, проваливаем проект. Да, да, да. Хоть и Ювентус, кстати, совсем недавно выходил в финал. Это было в 17 году. Но победить они там так и не смогли. Поэтому мы будем действовать так, чтобы за минимальное количество сезонов, или хотя бы, ребята, за шесть сезонов, дойти до финала Лиги Чемпионов. И желательно победить в нем. Вот и все. Вот такие вот правила. Надеюсь, ребята, вам все ясно и понятно. Ну а мы начинаем. И да, кстати, вы можете предлагать свои правила. В комментариях я тоже все читаю. И на все комментарии смотрю. И многим даже отвечаю. И какие-то комментарии сам лайкаю. Поэтому ваши комментарии для меня на вес золота. И что ж. Мы все-таки начинаем. Да. Стартуем. И сейчас заодно узнаете, кто будет тренировать данный клуб. Тренер вас, конечно же, я думаю, не удивит. Так, ну что, тренировать, в общем, будет Андрея Перло. Ветеранище просто Ювентуса. Ветеранище всего мирового футбола. И я надеюсь, что он не ударит в грязь лицом. Однажды ударил, но надеюсь, сейчас не ударит. И все будет хорошо. Давайте Перло дадим шанс. Еще один шанс. Надеюсь, он им воспользуется. Ну и вместе со мной, конечно, воспользуется. Вместе со мной он возглавит Ювентус. Я ему буду помогать в этом непростом деле. Да, и, ребята, конечно, мы не будем выбирать российский клуб. В этот раз у нас будет именно, именно, ребята, Италия. Да, да, вот она. Вот она, родная Италия, в которой все так знакомо. Трансферы, к сожалению, не новые. Но, ребята, мы сделаем собственную новую историю в Ювентусе. Тем более, Ювентус реально сейчас нуждается в перестройке. Так что давайте начнем. В первом же сезоне у нас будут включены трансферы, Еврокубки также включены. Ну и, в принципе, в остальном меня все устраивает. Перло приступает к своим обязанностям в роли главного тренера Ювентуса. Надо будет строить, наверное, футбол, который будет акцентирован на игру в пас. Наверное, так будем делать. Поэтому начинаем новый сезон. Главной задачей, напоминаю, является именно выход в финал Лиги Чемпионов. Не больше, не меньше. Поэтому больше будем играть, наверное, в пас через балансированный розыгрыш. Но не прямые пасы во владение будем играть. Глубину, наверное, чуть повыше сделаем. И чуть поуже будем играть в защите. Ну и прессинговать будем. Так, сразу же начинаем перестройку схемы. Так как мы будем играть больше в пас, мне нужно больше полузащитников в центре. Желательно, конечно, на схему перейти, где пониже находятся ребята на флангах. Наверное, вот такая вот схема бы мне больше подошла с единственным форвардом. И ЦАПом на А3 полузащиты. Кеза, Костич. Ну, Костич здесь, конечно, получше. Кеза можно переделать его на ЦАПа, наверное, чтобы он там играл. В принципе, в составе нуждается в усилении именно линия защиты. Сейчас она вообще не какущая. Данила, Брэймер. Может, Брэймера еще можно оставить, так как он имеет неплохую перспективу. Но с Данилом, мне кажется, надо будет попрощаться в принципе. Потому что ему 30 лет, он ПЗ. А на ЦЗ у нас вообще нет некого ставить. У нас есть Бануччи, но это старик совсем. Поэтому, ребят, нужно делать что-то с Миретти. Развивать его. Тренировки выставить. Погба, наверное, нужно будет поставить вместо этого опорника сюда. Рабьё. Но это Рабьё, от Рабьё мы избавимся. Скорее всего, продадим. Думаем. У нас 182 миллиона на трансфер, на самом деле. Да. Вообще, по сути, конечно, Ювентус должен был получить строгий-строгий-строгий выговор. И вообще должны были лишить и очков, и всего остального. Но Ювентус вроде как протестовал все эти решения. Поэтому у Ювентуса есть все возможности пока что там на покупки. Насколько мне известно. Сейчас можем еще дополнительно об этом посмотреть статейки. Так. Ну, уточнил я, в общем, сведения. Ювентус пока что не лишен права покупать игроков. Вот так вот. Ну и, в принципе, мы начинаем на сезон раньше. И мы такой ошибки, как Ювентус, не допустим. Мы будем соблюдать трансферный фэйрплей согласно нашим правилам. Иначе нас ждут такие же санкции, как Ювентус, даже хуже. Мы просто лишимся возможности покупать игроков и все. На сезон совы. Поэтому в нашем проекте у нас можно покупать игроков. Но до рейтинга 90. 90 и выше только в случае победы в чемпионате. Или в выходе в финал Лиги Европы. Либо в победе в кубке Лиги Конференций. Но я надеюсь, что мы все-таки за этот сезон, ребята, не будем в Лиге Конференции. Иначе я чувствую, что идет увольнение просто. Меня и Перла. Тем более денег столько много. И хороший скаут у нас есть. Мы можем сейчас организовать даже работу молодежного скаута. Найти каких-нибудь плеймейкеров классных, которые будут в будущем блистать. Найти и также еще одного скаута нанять. Ну то есть много денег у Ювентуса. Можно придумать что-то крутое. И поэтому сейчас будем думать. Есть у меня, конечно, вариантик один с Рюдригером. Вот, наверное, его я буду рассматривать. Ну и также другие варианты сейчас подберем. Так, ну что ж, добавил я скаутам задачу. Искать мне центрального защитника мирового класса. Надеюсь, найдут какого-нибудь крутого. И также еще добавил любую позицию мирового класса. Ну у нас есть любая позиция многообещающая. Здесь еще можно посмотреть на ЦАПов. Здесь можно посмотреть и, в принципе, на игроков, которые в будущем, возможно, будут развиваться. Но с ЦАПом я уже определился. Мне кажется, надо брать Спертиана. В принципе, у него есть куча, ребята, разных талантов. И не только. И, походу, этого паренька надо быстрее брать, пока кто-то другой его не забрал. Магуайра брать точно не буду. Про него можете даже не писать. Молодежка будет развиваться. Поэтому будем надеяться, что все будет красиво. Так, смотрите. Мы можем, конечно, поступить с Банучи очень скверно. И продать его в Тоттенхэм. Но я так делать не буду. Пускай он до конца у нас поиграет. А вот с Дэшилья я, пожалуй, так поступлю. Я просто продам его в Наполе и все. Мне никогда не нравился Дэшилья. Я всегда его считал каким-то переоцененным. Вечно какой-то вечно перспективный был. И люди, когда писали про него, я думал, блин, ребят, это же Дэшилья. Вы видели, как он играет-то вообще? Поэтому я его продам, пожалуй. Но с Абином точно нет. А вот с продажи прямой денежки нужны. Так, Эдик Спиртсен. Знаете, ребят, пока есть возможность, надо брать, я считаю. Но не за отступные, а по прямым переговорам. Конечно, Захарян помоложе будет, но, ребятки... Такого игрока, как Спиртсен, надо брать. И желательно подешевле. Нифига, что Краснодар хочет Миретти в нас забрать. Я, конечно, все понимаю, но нет. Ну, интересно. Я просто хочу попробовать молодежь выстроить. Спиртсен туда прям классно подойдет. Посмотрим, как они в итоге. Захотят ли нам его продавать или нет. Также по защитникам, я думаю, что стоит, наверное, приобрести какого-нибудь помоложе. То есть из молодых вариантов у меня есть тот же Слеба. У меня также есть из молодых вариантов Симакан. Но, правда, здесь, ребят, пока еще не знаю его рейтинг. Надо смотреть. Ну и все пока. Так, что еще можно? О, по Спиртсену все-таки согласились. Ну ладно. Окей. Подумаем. Так, нерегулярич. На 5 лет. Все, принимаем отступные. Убираем все. И, ребятки, ставим, наверное, на ЗП. Чуть поменьше. Так, вот, будь согласен. Нет он. Оскорбление? Оскорбление? Серьезно? Вот это был неждан. Надо будет заново тогда идти разговаривать. Так. Тут отчет подготовили. Ну-ка. Мало. Ну, а что-то пока так себе. Здесь никто, в принципе... А, нет, вот здесь игрок Бруно. Иван Бруно. Иван. Русское имя, блин. С Пиртианом чуть позже продолжим переговоры. Там есть японец на ЦАПе. Японец же он. Рейтингом 83. В принципе, можно попробовать японца взять. Японца как в основу, а СПиртиана на выход. Тем более, японец сейчас стоит недорого, так как у него контракт заканчивается. Я думаю, что можно попробовать его взять вот так вот. Хм. Что ж все пытаются моих игроков забрать? Ну, соглашайтесь. Все, меня полностью устраивает эта сделка. Изи вариант для нашей команды. Просто быстро забрали игрока, который, в принципе, лежал на поверхности. Ну, с Пиртианом вообще нежданно получился. Нифига, и здесь тоже, смотрите. Человек, какие суммы предлагает. 105 тысяч он хочет зарабатывать в Ювентасе. 105. Ребята, дэм. Дэйчи Камада переходит в наш клуб. Ну, правда, ему 25 лет, но все же он на ЦАПе должен смотреться неплохо. У нас, конечно, нет возможности прям покупать суперзвезд. Я хочу попробовать вот так вот сделать. А Кьезу мы переделываем, наверное, на ПФА вместо Демарии. Вот так вот сделаем чуть-чуть. Поднимем фланги. Немножко поднимем фланги. Сильно поднимать я их не буду. Так, и мы Влаховича добавим сюда в основу сразу. Что с Камадой не то? В чем минус 2? Он же на своей позиции. Или тут схема что-то не так? Да нет, он вроде на своей позиции стоит. А, ну вот теперь да, на своей. Он, оказывается, там ЦФД был. Так, кого же можно взять там? Я смотрю просто по ситуации. Нам нужен ЦЗ. Надо будет с ним закрыть вопрос. И вернуться к вопросу со Спиртианом. Под ЦЗ вопрос не закрыт. Через Днем будет понятно, что там с Джонатаном та. А Гвардио он брать надо, наверное. Так, ну все. Смотрим дальше, что будет. Давайте рискнем. Возьмем Инасио, попробуем его развивать. Это, конечно, будет сложно. Но можно взять новостного Варана. А Инасио просто на развитие поставить. Как запасного. Попробуем договориться таким образом. Ну да, они уже больше не хотят с нами разговаривать. Ладно, 47 миллионов не так дорого. Там не так дорого, в принципе. Так, важный игрок. На 5 лет. И игнорируем отступные. Так, ну вот здесь я не знаю, какую зарплату ему ставить. Еще оскорбителем что-нибудь попить посчитают. 60, наверное, слишком много. А то он в 6 раз больше будет зарабатывать. 50, нормально, наверное. Так, получается, Гонсало Инасио куплен. И теперь у нас другой момент. Не очень приятный. Нам нужно подумать теперь, как нам купить того самого Варана. То есть, получится ли это сделать. Потому что Варан это будет пока основа. А вот как раз Инасио будет запас. То есть, он будет постепенно развиваться, пока Варан там не будет сдавать позиции. Можно ли дешевле его подписать? 64, нифига себе. Как раз денег хватит, кстати, на Спиртиана. Но я хотел бы еще фланг защиты посмотреть, кого можно туда взять. Ну, сейчас попробуем договориться. Варан будет в основе играть. Инасио будет как запасной. Так. Ну, это ключевой. Тут без вариантов вообще. На 5 лет. А, ну на 3 года готов. Ну, как раз за эти 2-3 года. В принципе, он сдаст позиции. И Инасио уже придет на его место. Ну, я надеюсь, что ему хватит за такой зарплаты. Потому что, ну блин, у меня денег не так много, чтобы платить за большую зарплату. Так, можно попробовать разобраться сейчас с флангами. После уже разобраться с тем, что происходить будет. Ну, не только на флангах. Там надо будет еще Спиртиана попробовать воткнуть в этот список. Так, Брэмра здесь есть. Но Варан это основа, понятное дело. Рабью это запасной. Вместо Парадоса сюда его. Банучие. Ну, блин. Я Инасио буду ставить. Инасио мы ставим вместо... Вот этот спорник мне не нужен. Миретти будет на ЦАП, если что иногда выходить. Перин у нас есть как запасной вратарь. У нас нет фланговых. Ну, фланговый ПЗ есть Данила, который, в принципе, может еще что-то себе представлять. А вот с ЛЗ у нас какие-то проблемы. Запасных у нас там нет. Поэтому нужно будет искать. Слушайте, Броно подрозит такого возраста уже, когда он может быть введен в основу. Но остальных, походу, всех выкидывать придется. Хотя за Юричем еще можно понаблюдать. А остальных выкинем. Нафиг они здесь вообще нужны. Блин, продолжаем поиски ЛЗ. Больше ничего не остается делать. ПЗ, конечно, нам не нужен. Зря я его тогда добавлял. Но благо вовремя поменял все в селекции. Нам действительно нужны ЛЗ. Но с ЛЗ здесь реально проблемы. Самые настоящие. Фууу. Будем думать. Да, в общем, нашел вот тут прикольного чела. Очень импонирует. Можно взять как на перспективу и потом прокачивать. Наверное, так я и сделаю. Пока есть возможность, надо быстрее попробовать его забрать. Я, в принципе, видел, как играет этот человек. Сейчас попробуем за него предложить обмен. У меня же там есть лишние игроки. Какой-нибудь полузащием закинуть. Угу. Фиг. Среди защитников есть кто-нибудь? Да, у меня вообще, в принципе, дефицит. Зато много вратарей всяких разных. Ну-ка, если так сделаем. Я накину еще сверху, там, миллионов, так, пять. Что согласятся? 13 хотят за него. Готов за 11 забрать. 12-400. Ну, ладно, все, по рукам. По рукам. Будем смотреть, что из него получится. Надо еще будет на рейнш посмотреть. Но это правый защитник, поэтому посмотрим просто ради интереса. Нам еще и спиртян надо забрать. Запасного ЦАПа. Потому что от нас Миретти уходит в аренду. И здесь есть вероятность, что он может и не вернуться. Ладно, на самом деле, надеюсь, что он вернется. Все будет хорошо. Париси. Либо Париси. Скорее всего, Париси или Париси. Кстати, да. То есть надо узнать насчет ударения. Ну, нормальная такая сделка на буквку А. Запасной. ЛЗ куплен. Да, к сожалению, конечно, у нас не самый топовый состав подбирается. Таким составом нереально выиграть ЛЧ. Да и вообще в финал вы выйдете в ЛЧ. Ну, по крайней мере, что-то интересное подобралось. И можно будет уже, ребята, смотреть, как команда будет играть. Но я хочу еще взять ЦАПа. Спиртсяна хочу взять все-таки, забрать его. Надеюсь, что что-то из него вырастет. Кому мы там отдали, кстати? Да вот мы купили четырех игроков. Отдали сейчас посмотрим чуть позже. После покупки Спиртсяна. Так. Еще разок. Медика надо попробовать взять. Потом посмотрим Ренша. И уже посмотрим на общий трансфер, который мы смогли совершить. Здесь опорника пытаются выкупить у нас. Но я не на это согласен. Ну-ка так. Ой, нормально. 11 200. По-прежнему стоит не слишком дорого. Поэтому можно забрать Эдуарда Спиртсяна. Теперь зарплата, главное, не проколоться. Так, четыре года. Полтинник, если вам платить, это нормально будет, интересно. Для его хотелок. 57 хочет, нифига себе. Ну, ладно. Так, Эдуард Спиртсян, игрок Ювентуса на данный момент. И рейтинг у него Ашечка. Отлично. Так, и теперь посмотрим на Ренша. ПЗ. Хороший уровень. Играет на данный момент в Бормунте. Совершенно ребята начинают свою карьеру закапывать. И мне надо как-то его будет вернуть себе. Вернуть себе? Забрать себе, как будто бы он у нас играл. Наверное, его и заберем. Потому что Бормунте реально свою карьеру загубит. Им нужна смена Куадрадо. И я думаю, что это классная смена будет. Потому что с ПЗ у меня тоже не очень хорошая ситуация. Потому что там играет Данила на ПЗ. И Куадрадо. Два не очень быстрых игрока в будущем. Потому что Куадрадо явно недолго сможет такой темп сохранять. 34 года. Мне кажется, все. Следующий год для него будет фатальный. Надо попробовать все-таки Ренша. Можно забрать сразу. Это уже много трансферов получается. Как бы тут в минус не уйти. Ладно, давайте еще чуть-чуть пролистаем. Я, наверное, в последний день заберу игроков. Ренша тоже заберем. Нужен игрок на смену. Ренша, если что, может ребята в аренду уйти потом. Если что-то его не устроит. Так, честно, мы его вообще не трогаем. Это вратарь минимум на два сезона. А ему смену мы найдем позже. Я думаю, что сейчас не этим он должен заниматься. Кстати, так и не нашли нормальных игроков на ПЗ. На ПЗ-то мы нашли, блин. Такого перспективного. Так. Ну, по нему явно отчет еще не пришел. И не придет. Поэтому мы сейчас попробуем другой схемой. Блин, его, конечно, сейчас взяли. Но мы попробуем Бормут его забрать. Потому что, блин, человек просто продолжает Бормут и карьеру. Что такое? Может быть, можно как-то попробовать сделать небольшой обмен? Только не на Париси. А кого тут обменять-то уже? Уже и обменивать-то некого. Ну-ка. Гати хотят. Слушайте, Гати нормальная тема. От Гати я сам хотел избавиться. Все, замечательно. Что-то не подумал про Гати вообще. Так. Нерегулярыч. На пять лет попробуем его подписать. Зарплаты, главное, тут... А, он сам уже зарплату предложил. Ну все, отличный трансфер, я считаю. Закрыли все свои хотелки небольшие. Правда, ребята, не слишком уж прям топовыми игроками закупились. Но, по крайней мере, все позиции мы закрыли. Избавились еще от лишних игроков. Великолепный трансфер, я считаю. Все. Здесь есть кому играть, по крайней мере. Квадраты мы оставляем, так как быстрый игрок. Аренши мы будем просто выпускать. С САПом здесь разобраться нужно будет потом. С флангами тут все понятно и так. Костичи, наверное, все-таки ЛП ставим. Все. Все, ребят. Получается, у нас сейчас 31 число. И нужно будет смотреть в итоге, что получится из всего этого. Демарию пока оставляем. Оставляем пока Банучи. И всех этих ветеранов оставляем. В следующем сезоне, если что, продаем. Так, здесь хотят игрока в аренду. Ну, пускай. Пускай забирают. Я только за то, чтобы молодежь развивалась в аренду. Кстати, можно попробовать такую же фишку провернуть и с Реншем пока. Раз мы его взяли, можно попробовать его отдать пока в аренду. Пускай развивается. Чего он будет просто просиживать штаны в нашем клубе? Или Данилова кинуть? Нет. Ну, дать Ренша пока. Закинем. Так. Кого еще можно из молодняка кинуть в аренду, чтобы развивался? Мирайте будет развиваться. Я вот уверен в нем. Все-таки он ушел не зря. Равелла тут классно прибавляет. В следующем сезоне, возможно, придет к нам. Так. Ну, здесь, по сути, из молодняка не так много народу. Ну, и нам нужен был запасной лзе. Поэтому здесь я, ребят, крайне доволен, что у нас есть пресси. Так. В аюле. Слушайте, наверное, тоже в аренду отдадим его. Сейчас сидит. Кин. Ну, кин. Ну, вообще надо бы, конечно, просто кинуть обратно в Эвертон, чтобы глаза не мозолил. Ну, все. За остальными просто наблюдаем, смотрим. Локотели, конечно, можно выкупить. Включить право выкупа. Оставить его себе. Макини еще вернется. Смотреть надо, в общем, что будет по окончанию сезона. Тем более, что у нас очень много игроков отдано в аренду. Куча игроков вернется. Милика мы отдадим обратно в Марсель. Ну, короче, ситуация крайне занятная получается. Да. Ну, что, ребят. Заканчиваем трансферное окно. Сейчас посмотрим на трансфер, в итоге, который мы совершили. Потому что, ну, там много кто не успел перейти в аренду. И это прям печально. Потому что расчет был на то, что многие перейдут в аренду, но не перешли. Вот так вот выглядит сейчас список наш трансферный. В этом сезоне, конечно, мы избавились от балласта. Ну, и приобрели новый балласт, как многие бы сказали. Но, в принципе, потратили мы не так много денег. На мой взгляд. Хотя скажут, что какую-то круглую сумму я потратил. Ну, что там потратил? Мы уже скоро в плюс выйдем. Уже в плюсе. Минуса так, что по окончанию сезона точно не будет. Ну, зарплаты, потому что, в принципе, мы входим в нормальный такой пул. И все, я думаю, будет у нас хорошо. Вот так вот. Так что, ребята, переносимся в конец сезона. Еще группу в Лиге Чемпионов вам покажу, если будет ЛЧ или БЛЕ. И в конце сезона уже посмотрим результаты. В этом сезоне мы участвуем в Лиге Чемпионов. Круто. В группе H у нас такие команды, как PSG, Benfica и Zenit. Zenit, ребят, Zenit. Но Zenit мы точно обыграем. Дальше не знаю. Я думаю, что можно будет перенестись в ноябрь. Там еще молодежку посмотрю. И дальше уже конец сезона будет. Если молодежке ничего интересного не будет, то толком ее показывать-то я не буду. Решил я все-таки, наверное, выкупить Локотелли. Но у меня денег нет, прикиньте. Оказывается, Локотелли там с большой суммой. Вот это да. А я что-то не подумал про этот момент, что сумма-то может быть большой. Так, Куадраду мы продлевать не будем. Походу, это его последний сезон будет. Так же, как у Алекса Сандро. В следующем сезоне он ждет тотальный перестрой. С Демаримой еще продлим на сезончик. Рабье еще продлим, потому что Локотелли, блин, уйдет. Рабье надо будет продлить. На три года, правда, он закатил контракт. Ну ладно. Ну и все, в принципе. Остальных можно и не сохранять. Все. Такие дела. У нас концовка сезона. Июнь 2023 года. Так себе сезон, наверное, получился, на мой взгляд. Но вторая строчка. То есть это типа норма, да? Ну, игроков рейтинга 90 мы по-прежнему покупать не можем. Но это лучше, чем в реальной жизни Ювентус закончил. Трех очков не хватило до чемпионства, в принципе. В кубке мы вообще вылетели на ранних этапах. И это вообще какой-то бред происходил. В 1-8 финал мы вылетели. В Лиге Чемпионов там вообще интересная ситуация. Ну, Супер Кубок вы видели, кто выиграл. А в Лиге Чемпионов вот она. Ситуация о том, что разница мячей-то у нас вроде выше. Но мы проиграли Бенфике два раза, поэтому Бенфика выше нас. Да. И здесь мы просто вылетели. В финале Челси побеждает Милан. Мы вылетели в Лигу Европы, но тоже ее взять не смогли. Хоть выиграли Манчестер Юнета, но слили Реал Бетису. И в финале Реал Седат выигрывает Рэдбул за Альбург. Такие дела. Лигу конференции берет Ферентино. Ну и мы идем дальше чилить, в принципе. Смотреть на наш состав. Александр совсем себя плохо чувствует. Куадраду уже все. Это же непонятно кто вообще в нашем составе. Поэтому что, ребят, правильно. Ренш будет играть, скорее всего. Либо будет играть Данилу. Посмотрим в итоге, что из этого получится. Но у нас, конечно, ситуация крайне занятная и интересная. Нам нужно что-то придумывать. Тут есть Ибрагимович, в принципе, немец. Можно на него посмотреть. Но нам вообще на самом деле нужен какой-то супертоповый правозащитник. Если нам денег дадут. Нужно будет брать именно его. И да. Есть момент неприятный. Кулешевского все-таки выкупают. Да. Но я хочу его сохранить у себя. Поэтому, ребят, че? Правильно. Я сделаю в крысу, наверное, сейчас момент. Так как я хочу его использовать потом. Хотя можно Кьезу использовать на правом фланге. Ладно, давайте не будем крысятничать сильно. Раз они выкупили, пускай выкупают. Все. Я так и оставлю, наверное, этот момент. Мы купим другого игрока. Денег дадут. И это самое главное. Все. Меня, в принципе, все устраивает. Но так, в сезон-то мы вообще в плюсе закончили. Причем в огромном плюсе. 205 миллионов мы заработали. Так что никаких трансферных банов в этом сезоне. Не. БУ. Дед. Все. Так что заканчиваем этот сезон. Но перед этим, кстати, я посмотрю статистику игроков. Вот это интересное зрелище. Надо будет посмотреть в итоге, что там. Ох ты! Влахович! Ребята! Ну это просто имба, а не игрок. Вот это да! Блин, Локотели крутой. Жаль, что выкупить его не удалось. Костич. Ну, пари Сиксу тебе плюс 3 к рейтингу прибавил. А что там, кстати, по Миретти? Вот не просто же так мы его давали в аренду. Ну-ка, 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 ну-ка. Где Миретти-то? Пропустил его, что ли? Еще раз. А, вот Миретти. Плюс 3 к рейтингу. Да, медленно развивается. Не так, как я ожидал. Но это лучше, чем Спиртиан. Спиртиан плюс 1 сделал. Но Спиртиан не так много играл. Даже 2 мяча успел забить. Нифига себе. Ну, в общем, надо что-то придумывать. И это мы придумываем уже в новом сезоне. Влахович действительно круто себя проявил. Так, ну, сезон, в принципе, неплохой получился. Будем честны. Вторая строчка в серии А, это нормально. Это даже очень хорошо. На мой взгляд. Просто такая перестройка была. Такая перестройка. Да, в этом сезоне мы теряем Кулешевский. Или как там его? Ну, короче, уходит. Уходит Швед. Подсылаем его вон в одно место. Под названием Тоттенхэм. Ну и начинается новый сезон. Что ж, ребята. Здесь интересная ситуация. Для нас ничего не меняется, по сути. У нас как Е заиграл, так и играет. Просто он отпеределает на ПФА и все. И Костича мы оставляем слева. Но нам нужно поменять фланговых защитников. Наша молодежка пока не подросла особо. Хотя, если мы будем давать им больше игрового времени, наверное, подрастут. Ну, смотреть надо. Так, ну что, пока Робьё занял место тут как раз в центре полузащиты форвардов. Форвардов у нас нет. Вот это интересное зрелище. Форвардов у нас нет. То есть, Влахович единственный форвард и на замене какой-то Кайо Джордж. Все. Все, что есть у нас на данный момент. Это тоже стрёмно. Надо что-то придумывать. У нас еще и фланговых нападающих нет запасных хорошего уровня. Ну-ка, Спиртсиан может стать ПФА. Слушайте, ребята, а если попробовать его на ПФА сделать? А Миретти будет на ЦАПе потом играть. Ведь мы же можем так сделать. Но для начала взгляните на бюджет. Да, дали денег поменьше. И так как выкупили у нас игрока на Твиче во время трансляции за 2000 мэдрикоинов, я должен, по сути, купить Рубена Диоша. Но если он сейчас стоит намного больше, чем у меня есть в бюджете, то, конечно же, игрок не выкупается по всем нашим правилам. Да, он стоит намного больше, чем в бюджете. Поэтому я купить его не смогу. И теперь главный вопрос у меня, говорю, до сих пор сохраняется. Что делать-то с флангами? Квадраду совсем мертв в плане игрока. Раум плюс 2 сделал за сезон. Кстати, Раум нормально так прибавил. По каким-нибудь слишком дорогим. Давайте посмотрим, что есть вообще по игрокам здесь. Кстати, ребят, подождите. Рубена Диоша мы могли взять, если он там до рейтинга как раз 90, но, говорю, денег нет. А вот этого игрока можно взять, не сможем, да. Забыл, что мы второе место же заняли. В Бастоне мы еще можем взять, но, опять же, сложно будет его выкупить у Интера, нашего конкурента. О, Повар, кстати. У него контракт заканчивается. Повара можно взять на правый фланг защиты, дешево и сердито, либо Геррера взять. Но он, кстати, опять продлел контракт. Не успеваю брать игрока, он продлевает контракты. А вот Повара, да, действительно можно взять. Ну, у него, конечно, все со скоростью плохо. Это супер медлительный правозащитник. Не наш тип. Блин. Нам нужны быстрые, резкие и дерзкие. Вот что нам нужно. А таких сложно найти в этом списке, по крайней мере. Так, ну и по молодым ПФА. Здесь, я думаю, что стоит все-таки специально переделать на ПФА. Эдик, думаю, может стать лучшим в этом деле. Ладно, не Эдик, а Эдуард. Просто многие, кого зовут Эдуард, обижаются, как их называют Эдик. Хотя, казалось, что обижаться? Имя и имя. И на нему струбек же. Так, что можно еще придумать? Кого же можно взять на фланг защиты? Ну, сейчас надо думать, блин. Убираем задачу полузащитника, ставим тут защитника правого. И ищем дальше. Я думаю, мировой класс здесь как раз подойдет. Надеюсь, сейчас найдут кого-нибудь мне. Возьмем кота в мешке. Так, ЦЗ. Румыны, наверное, мы продадим. Нафиг он нужен? Пагба мы продавать не будем. Сейчас 30 лет. Ну, нет, рейтинг 85 тут зарешает. Пока пускай остается в нашем составе. Фримпонга можно взять, конечно, быстрый, дерзкий, резкий. Ну, вот с Фримпонгом странная ситуация получается. Так, Артур. Артур, Артур, Артур. Ну, его временно можно у нас оставить, а можно и продать. В принципе, за него неплохую сумму предлагают. Ну, ладно, пока отставим. С Костичем тоже здесь ничего решать не будем. Так, ну, а Фримпонга, я думаю, сейчас сами предложат скауты. Ну, это понятное дело. Давайте Фримпонгой заберем. Пока скауты его предлагают. Так. Так, по-быстренькому надо забрать. Ну, да, походу только денег на Фримпонга и хватит. Так. Так, если сделать вот таким вот образом. 56 дать им. 58. Ну, ладно. Девятку я готов переплатить, но не в плане машины девятку. Тут явно больше переплатил, чем на одну машину девятку. Нет, девятку в плане суммы. Так. Ключевой. И давайте на 5 лет его подпишем. Подольше пускай у нас поиграет. Ну, и здесь придется зарплаты чуть-чуть, конечно, прям добавить. Нехило, чтобы он у нас оказался. Что-то не каждый хочет в Ювентус уходить, я заметил. Мне даже проще было подписывать тот же Зенит и в Сочи, когда я делал проекты. Что-то с Ювентусом вообще какие-то проблемы. Люди вообще на зарплату маленькую не идут. Очень тяжело сейчас избавиться вот от многих игроков. Банучи уже, к сожалению, тоже не особо себе показывает. Блин, ну здесь прямо вообще какая-то бредятина происходит. Ну, кстати, мы Мирет уже дали на 2 сезона. Поэтому с Прицианом мы пока никуда не деваем. Будем переделывать его просто на ПФА. 17 недель там будет. И будем его вот так использовать. И на ПФА, и на ЦАПе. Блин, интересная, конечно, ситуация. Ну, ладно, сейчас мы попробуем исправить один момент. Крем-понга поставим сюда. Давайте дадим, наверное, вот этому пареньку шанс. Может, этот сезон нормально себя проявит. Я бы хотел, конечно, взять еще одного игрока, но у меня денег не хватит, походу. Я хотел бы взять ЛЗ какого-нибудь, но денег нет. Нет, нифига Тоттенхэм закупается. Блин, ну здесь, да. Здесь прямо вообще надо тоненького покупать. Давайте лучше денег оставим, потому что там продление контрактов же еще. Если куча денег не удана еще в продление, того же честного продлевать надо. В первую очередь надо продлить еще и тех игроков, которые пока остаются. Блин, деньгами вообще все плохо, походу. Мне даже зарплату пытаются предложить поменьше. Кстати, Банучи уже все, завершает карьеру. В нашем клубе как раз. Горе нафиг. Трансфер. Винтер, трансфер. Я не вижу в нем вообще перспективы. Гарси, Грасса тоже трансфер. Здесь ладно, здесь окей, в аренду. И что будет, то будет. Ну, Демария тоже завершает карьеру, если что. Артур остается. Макини у нас же еще есть. Точно, ЦП Макини есть. Так что с ЦП можно не переживать. Там целая скамейка крутых игроков. Ну, более-менее нормальных игроков, ладно. Не совсем крутых, нормальных игроков. Поэтому давайте лишних продадим. Пилигрине можно тоже продать. Нафиг он нужен. Да, он неплохой игрок в реальной жизни, но тут, ребята, не особо блистает. Так, окей. В аренду дадим. Карео дадим. Нет, это просто, ребят, трансфер. Перин остается. Кьеза остается. Но будет переделан на ПФА. Он же может на ПФА перейти. Да, две недели всего лишь. Так, Варан. ЦЗ. Все. Ну, с Вараном тут понятно. Равелла тоже остается. ЦП вот с этим упрощаемся. С этим пареньком, наверное, тоже. Не, давайте в аренду его кинем. Юрич. Вообще не ясно, что из себя представляет чел. Ну, Костича надо переделать. Мне кажется, что здесь крайне занятно. Но он не сможет, да, переделаться. Он скорее переделается на право полузащитника, чем на ЦАПа или еще на кого-то. Ну, короче, все. С Костичем тут точно все понятно тоже. Может, и не торопиться, блин, переделывать. Кьезу. Ладно, подумаю еще. Так. Развитие. Развитие. Ой, Насио. Нифига прибавил. Вы видели его прибавление? Это ж просто... Это ж просто что-то с чем-то. Давайте, пускай так сбалансировано дальше качается. Но это реально хорошо. Вот это хорошо он прибавил. Ну, типа, на плюс один к рейтингу, конечно. Но, находясь в запасе, он смог прибавить. Может быть, он в будущем будет прибавлять, если его чаще поставлять в состав. Так, корень. Ну, здесь я не знаю. Здесь что-то сложно вообще по чем-то говорить. Ему пока 20 лет, конечно, но... А? Какой-то странный японец. Японец без всего. Пойдя, обиделся на шутки про азиатов. Но я, блин, не специально. Теперь он вообще ничего не хочет. У него депрессия теперь. Ну, давайте, ребята, теперь попробуем прожить на те 40 миллионов, которые есть у нас. И поотдавать некоторых игроков по разным там арендам и так далее. Так. Тем временем у нас Кьезо стал ПФА. ПФА. И за три недели он может еще прибавить в рейтинге. Ну, нормально, нормально. Качается, качается. Хоть кто-то качается в этой игре. Вот это, кстати, ПФА нехило так начал развиваться. Слушайте, ну хоть кто-то. Хоть кто-то появился у нас из молодежки. Так. Что еще по трансферам? Здесь в любом случае не отдаем ни в аренду, ни продаем форварды. Это единственный безопасной форвард. Нам без него будет туго. Тем более сейчас 31 января. Ой, января. Августа. И нам будет очень сложно, ребят. Сейчас просто пойдут покупать наших игроков со всех сторон. Наверное. Но это не точно. Так. А кем мы продали? Точнее, отдали в аренду. Но здесь, кстати, много где переговоры просто в итоге подошли к тупику. Ну и нас в сборную Франции приглашают. Но нет. За сборную в этом проекте мы не играем. О, Косарев ушел в Барселону играть. Жесть. Жестен крут. Косарев, наверное, отличный игрок. Надо будет посмотреть за ним. Самуэль и Линк. Джуниор. Так. Уходит. Камбьясу. Это что? Это случайно не родственник Камбьясу? Ну отдадим ему в аренду. Пускай развивается. Может быть вырастет что-то из него дельное. Так. Инасио. По нему все предложения приходят. Нифига. Игрока просто хотят с руками и ногами забрать у меня. Атлетик Мадрид сообщает о намерении приобрести Данилу. Но Данилу сейчас мы не продадим. Блин. Как поезд уехал. Потому что мы отдали в аренду игрока. Давайте посмотрим в итоге по трансферам. Что там явно уже остальные сделки не завершатся. Камбьясу уходит в аренду. В принципе самое главное. То что человек который в принципе родом из Аякса. Уходит в Аякс в аренду. Такие дела. Но у нас есть фримпонг теперь в этом сезоне. Единственное изменение. Дал я в общем человеку возможность на фланге поиграть. А он потерял тонус. И вот походу будет все сложно с приобретением этого тонуса. Теперь антитонусный какой-то человек получился. Да. Такие дела. Ну что завершаем. Получается трансферное окно. И переносимся. Смотрим на группу в Лиге Чемпионов. Интересно даже что там у нас. Ну и деньги я оставлю. Возможно в январе все-таки кого-то придется брать. С результатами все плохо будет. Будем смотреть. Потому что ну блин. Левый фланг все-таки хотел молодежки оставить. Но там очень все плохо. Ну и можно в принципе тогда уж нанять скаута молодежного. Если на то пошло. Сейчас попробуем кое-что сделать. То есть где там наша молодежка. Просто взять и нанять скаута. И опять. Только в этот раз мы будем искать именно фланговых защитников. Здесь можно так сделать. Здесь найдут кого-нибудь. Будем держать кулачки. Так. Ну что. Мы попали в группу Е. Да. Действительно. Мы попали в эту группу. И думаю из этой группы мы должны выходить. Соперник не слишком сильный. Думаю спокойно должны выйти. Но опять же. Я тут думаю. На самом деле бывает иногда все совсем наоборот. Судя по январским результатам. Усиление нам не надо. Ну типа нормально. Нормально. Меня пока все устраивает. Ну то есть если посмотреть. Куда мы вышли в Лиге Чемпионов. Ну это с первого места. Мы вышли в 1-8 финала. Ну это понятно. Был у нас группа легкая была. Ну мы попали на Баварию. Так что нужно конечно думать. Ну смотрите как прибавил этот молодой чел. А? Не зря я дал ему возможность играть. Говорит даже с Данилой прибавил. Трецан что-то начал наоборот бавлять. Этот волнует меня. Мда. Кстати вот этот чел тоже играет. Походу в Лаковича не хватает на всех. Мда. Так что к концу сезона переносимся. Уже даже интересно что там будет. Так. Ну что. А ее месяц 2024 года. Результаты этого сезона на мой взгляд вышли намного лучше. Да. Это победа в чемпионате. С огромным заделом таким. Аж ребята. 13 очков. Ну значит мы можем покупать игроков рейдинга 90 и выше. Мы выиграли также кубок Италии. По сути это дубль. Но в Лиге чемпионов мы опозорились. Суперкубок берет там Челси. Ну а мы здесь ребята опозорились в 1-8 финала. Баварии вылетели. Блин. Бавария в итоге не прошла. Ливерпуль. Ливерпуль в итоге в финале проговорил Мадриду. Такие дела. Лигу Европы берет Весхэм. Лигу Конференции Манчестер Юнайтед. Ну а наш состав в принципе выглядит следующим образом сейчас. Ребятки. Есть одна интересная ситуация. Ситу Йовина. Спиртян переделался. Окей. Он рейтингом стал выше. И в принципе может сейчас прибавлять как на дрожжах. Поэтому можем посмотреть что из него в итоге вырастет. Ну плюс 2 за сезон вполне нормально. Но тут есть один нюанс. Влахович продолжает феерить. Продолжает феерить Камада. Что за фигня происходит. Я брал его просто на перебиться. А он вытворяет что-то с чем-то. Ну и Меретти постепенно прибавляет. И скоро вернется походу к нам. Ну в следующем сезоне по крайней мере возвращается. Надо будет смотреть. Надеюсь много денег дадут. Я возьму игрока рейтинга 90 и выше. Нам нужна звезда в составе. Звезда такая, которая будет реально прибавлять. И показывать футбол как Влахович. Но он только где-нибудь например. С левого фланга как раз замена будет Костичу. Костича надо все сливать. Костичу уже 31 год будет в следующем году. Если не уже исполнилось. Кстати посмотрю сейчас. Костичу уже ребята 31 год. В следующем году как раз будет 32. И нужно будет сливать. Нужно будет сливать данного футболиста. Ну и в принципе друзья. Такие дела. Да интересная ситуация. И лишь только одного игрока кстати мы нашли. За все это время. И тот оказался не совсем топового рейтинга. В потенциале. Поэтому отказываемся от него. И ребят. Можно еще конечно взглянуть кто стал лучшим бомбардиром. Но здесь Влахович. Понятно как и в прошлом сезоне. Хвича здесь на втором месте. Кстати Хвичу можно взять у Наполи. Тем самым ослабив соперника. Тем более мы намного лучшие команды чем Наполи. На 13 очков их обошли. Прям могу гордиться тем что я взял чемпионство в Италии. Ну с таким-то бюджетом. 100 лямов сначала. 180 сначала. Потом 100 еще дали в следующем сезоне. И в принципе не взять чемпионство. Это ребят грех. Тем более 2 вопражения всего лишь. Это не мои там какие-то трансферы разрешали. Нет. Это просто много денег дали и все. Тем самым мы кстати заработали еще прилично. Если посмотрите. Здесь ситуация следующая. 292 миллиона заработали. В бюджете еще 66 осталось. Я очень надеюсь что много денег дадут в новом сезоне. Там мы возьмем прям звезду-звезду. Прям такую звезду что отвал башки. Ну что победа в кубке. Победа в чемпионате. И завершаем этот сезон. Великолепный сезон по сравнению с прошлым. Не ну вообще в принципе осталось взять ЛЧ. ЛЧ осталось взять. И нужно сделать все чтобы взять этот трофей. Надеюсь получится в новом сезоне это сделать. Ну или еще там у нас несколько сезонов в запасе есть. Так что ребят всего 6 сезонов есть у нас что взять ЛЧ. Надеюсь все у нас получится. Так стартует. Стартует новый сезон. Мы в поисках звезды находимся в этом сезоне. Денег нам дали 107 миллионов. А блин походу не совсем звезда к нам придет. Ну игру хорошего уровня к нам придет. Нам нужен Уфа. Я надеюсь сейчас есть кто-нибудь кто продается на позицию Уфа. Ну кроме Неймара наверное. Неймара это такое себе. В 32 года он в следующем сезоне нам просто ручкой помашет и скажет. Вы отдали за меня кучу бабок. Но извините я не готов за вас играть. Нужен игрок который бы в принципе закрыл бы эту позицию. Ну Ляо это будет слишком дорого. И я не смогу его потянуть. Блин Неймара это я потяну. Тут можно взять его за миллионов 70. Вполне. Вот этого игрока я потяну. У него еще и контракт заканчивается. Ну давайте его сохраним. Гриллиша можно еще посмотреть. Так. Так. Гриллиш. Вот. Гриллиш. Блин как он пишется его фамилия. Вот он. Все правильно написал. Ха он хуже чем тот игрок которого мы смотрели с вами. Так что нет. Слушайте ну Усмана Дембеля я потяну. И в принципе это конечно не совсем звезда. Не 90 плюс рейтинга. Его можно переделать на ЛФА в случае чего. Вот его да. Его можно переделать. Попробовать. У него тем более еще по моему все ноги рабочие. Да. И ведущая левая хоть. Но что есть слабая нога 5 звезд. Это огромный плюс. Будет тяжеловато его взять. Давайте возьмем его. Ладно. Я решил что сразу буду действовать. Но вот вопрос. Дадут мне его за ту сумму которую я хочу за него предложить. Хави так наверное не будет действовать. Да. Он сразу меня поставил на место. Сказал. Ди ты. Пень. Волосатый черт. Это если что была такая вот метафора. Так. Хм. Хм. Хвичу взять если только остается. Ну блин. Покупать у Наполя игрока это как-то по-свински. Вы не находите. Так. Ну давайте попробуем Робьё продать в Риал Мадрид. Пока и можно за него хоть что-то получить. У нас тем более там есть кому играть. У нас центр просто перенасыщен игроками. С Данила. Можно конечно провернуть такой финт. Что забрать у них Лерда. Ну нет. Я не буду этим заниматься. Еще конечно можно посмотреть на Фодона из Манчетри Сити. Но там по-моему цена прям вообще заоблачная. Фил Фоден. Да. Здесь 131 миллион. Вернуть Кулешевского можно было тоже конечно. Но зачем тогда я его продавал? Уже с доброй волей делал блин. Давайте посмотрим на Хвичу. Еще раз глянем на него. 82 рейтинг у него. Ну блин. 23 года игроку. Возможно он будет развиваться. А возможно это его максимальный рейтинг. Я опять рискну наверное как с этим с левым защитником. Возьмем Хвичу у Наполя. 70 лямов предлагают за Хвичу. Ну это понятное дело. Мы покупаем у конкурента. Поэтому такие ценники. 61 ляма я просто отдаю. Посмотрим. Давайте рискнем. Рискнем. Попробуем Хвичу. Риск дело благородное конечно. Кто не рискует, тот не пьет. Ну шампанского. Он не регулярно чем хочет быть. Он даже сам не готов у нас ребята выходить в основу. Прикиньте. Ааа. Вот это попадалось. Так. А че не так? То есть он не готов вообще играть нормально. Вот это я конечно че-то. Тут я уже недоволен. Ну буква А конечно от руководства. Но все равно. Так. Костич 85 рейтингом. Я надеюсь что все таки получится Хвичу раскачать. Давайте посмотрим. Не получится Хвичу раскачать. Просто прокачка не работает. Че? Да как так то? Че за баг опять? Самая забагованная игра в жизни. Так. Ммм да интересная ситуация. Счестный. Продлеваем. Еще сезончик он точно поиграет нормально. Дальше конечно пойдет трэш. Блин Артура я продлить не могу. Придется продавать походу его. Пападос. Пелегрини. Ну по прежнему Пелегрини продается. Но я продлю его чтобы не потерять в деньгах. Варана тоже продлю. Варан хочет денег. Но здесь продажи окей. Уже не уже у него смысла вообще никакого. Кьезу конечно продлеваем. Я кьезу даже готов повысить зарплату. Он этого заслужил. Ну и кстати у нас есть джуниор еще какой-то. На ЛФА. Тоже неплохо выглядит. И перина продлеваем. Как за резервного галкипера. Но он не хочет продления. Ясно. Уйдет значит после этого сезона. Резерв нужно будет искать потом. Ну что посмотрим что будет по итогу. Хвича это тот самый чел который должен развиваться по сути. Мне даже интересно что по итогу этого сезона будет. Я думаю что можно сейчас просто сделать выводы. Продать лишних игроков. И посмотреть сразу концовку сезона. Сейчас будем заниматься продажей игроков. Покажу вам все трансферы. Но деньги еще есть. Может мне в голову придет еще какой-нибудь трансфер 51 миллион. Но вряд ли. Вряд ли. Ну заканчивается. Заканчивается трансферное окно. Давайте посмотрим в итоге что там в мире произошло по трансферам. У нас там конечно все не очень хорошо. Но в плане не трансферов. В плане результата в первом матче. Но надеюсь мы исправимся. Мы отдали игрока в аренду. Продали лишних игроков. Также продали Рабьон. И Кварасхелию мы в итоге ребята купили. В итоге деньги то вроде есть у нас. Ну как бы 121 лям появился. После всех продаж. И если команда справляется не будет. Все таки придется брать Дембеле на фланг. Ну посмотрим. Пол сезона я думаю мы отыграть сможем. Что-то главное чтобы нам с группой в Лиге Чемпионов повезло. И мы не сильно опозорились там. Потому что ну вы сами понимаете. Что если будет группа так себе. То нам будет ребята крайне необходим потом буст в игроке. Где Лига Чемпионов? Алло. О появилось. Да ё-моё. Группа в Лиге Чемпионов. Ну кстати не такая уж и плохая группа. Ладно. До января месяца мы продержимся. Это точно. Так ну перенеслись мы в январь месяц. В Лиге у нас ситуация конечно не такая хорошая как хотелось бы. В принципе. Но ребята есть один плюс. Мы вышли из группы в Лиге Чемпионов. Проиграли кстати последний матч Шахтеру. Дали ему возможность выйти в Лигу Европы. Ну походу придется брать Дембеле. Потому что не увозит наш состав. Откровенно говоря. В Лигу и Лигу Чемпионов. То есть ну когда параллельно играют. Да придется брать в январе нам все таки Дембеля. Но сколько он теперь стоит сейчас. Так по прежнему и нас его пытаются выкупить. По прежнему здесь в аренду пытаются взять у нас Сауля. Кстати да нормально. Можно отдавать его в принципе. Нет Дембеля так и не прибавил в рейтинге. И никто и другие не прибавили в рейтинге тоже. Поэтому да Дембеля отличный вариант. Тем более он даже наоборот снизился в цене. Можно взять его подешевле. Так я в прошлый раз делал ошибку. Когда 85 предложил. Сейчас можно попробовать вот так вот заделать. Кстати что там по игрокам? Ну-ка. Кварацкейли 83. Ну прибавил. Но не так прибавил как я хотел. Для 91 лям взять Дембеля это просто имба. Там у него рейтинг в 7 из 5. Так ну здесь точно будет ключевой. Вряд ли такой как Хвича скажет. Не хочу я быть ключевым. Но здесь зарплата будет еще большая у игрока. Явно. Фу. Придется потратиться. Да. Ну надеюсь это того стоит. Звездного игрока купили. С Ман Дембеля. Так. Одного звездного подписали. Вообще двух надо было подписывать звездных на секундочку. Ну вот тот самый кстати игрок. Которого мы смотрели с вами. Аргентинца. 75. У него рейтинг в 17 лет. Нормальный такой игрок. В принципе можно поручить подписание. Пускай подпишут. Пускай где-нибудь там висит. Лишь бы никому не достался он. Да. По-скотски конечно поступаю. Но давайте еще посмотрим на контракты. Кажется что с контрактами надо будет решить некоторые проблемы. Если тут остались. Но не могу я продлить Артуру. Тут баг какой-то происходит. Поэтому Артур просто уходит от нас. Он вообще никак не хочет с нами разговаривать. Так. Он отверг предложение. От Ювентуса. Он собирается уходить в Урал. Что? Что за вред? Как такое возможно? Вот это конечно прикол. Да. Он принял предложение Урала. Что блин? Ладно. Мы даже хуже Урала в его глазах. Так. Надо что-то делать походу. Ладно. Нам уже даже никто не верит. Что мы что-то можем достичь. Не. Ну мы достигнем. Я верю в нас. Парни. Давайте. Давайте еще Дембеля сделаем. Лфа. И будет вообще огонь. Бомба. Пушка. Где там Дембеля? Давай. Давай. Две недели и ты Человек-паук. Можешь с двух ног стрелять. Да. Какой же трэш. Ну реально трэшняк какой-то. У меня тут Сильвестри хотят выкупить. В аренду Париси хотят. Ну все. Он же какая аренда? Он рейтиком 86 блин. Переделал с Ледембеля? Меня тут вопрос больше всего волнует. О. Нормально. Нормально. Все. Сейчас. Сейчас как поедет. Сейчас как начнет играть. Сейчас как всех разнесет. Главное чтобы себя не разнес. Так что переносимся в концовку сезона. Я не уверен что у нас нормально играть состав будет. Вот вообще не уверен. Ну посмотрим. Так. Июнь месяц 2025 года. И я этим сезоном вообще недоволен. Первого места нет. Это первый минус огромный. Мы даже первое место не взяли. Ну есть победа в суперкубке Италии. Но нет победы в кубке Италии. Потому что здесь мы вылетели ребята. Ну позорно. От Вероны блин. Так же суперкубок Куэфа берет Риал Мадрид. Лигу чемпионов берет Риал Мадрид. Финал вышел в Эсхэм. Который нас обыграл в четвертьфинале. Мы дорвались до четвертьфинала. Обыграли тут. Просто с общим счетом 4-0 в шпоры. Но и в Эсхэму слили. Что там у состава в Эсхэма я не знаю. Но в Эсхэм вышел в финал в этом году. И Риал их обыграл. Риал опять победил в Лиге чемпионов. Челси берет Лигу Европы. Лигу конференции берет Атлетика Мадрид. Но нам нужно что-то делать. Не знаю сколько денег дадут. Этот сезон неудачный по сути получился. Что касается по игрокам. Здесь забивать стали меньше. Потому что на уменьшение. Теперь распределись на всех игроков. И каждый хочет забить. Провальный трансфер оказался. Трансфер Дембеле. Да. 22 матча. Всего 3 мяча. И 2 голевые передачи. Дембеле к сожалению не торт. Также провальным трансфером возможно оказался. Хотя не. Ну здесь примерно одинаковый. Ведь рейтинг то у Дембеля был выше. Почему Хвича забил примерно почти столько же. Сколько Дембеля блин. Еще и меньше матча ему потребовалось на это. Я не понимаю. Миретти прибавляет. Ну конечно не так как планировалось. Спирциан вообще перестал прибавлять. К сожалению. Возможно потому что я его должен был в аренду отдавать. Развиваться. Здесь наверное тоже лучше будет в аренду игрока отдать. Миретти это в основу частенько стал проходить. В отличие от остальных игроков. Ну лучше поглядем по сам Камада. Камада вообще супер японец блин. Очень жаль будет его терять в будущем. Если такое будет когда-то. Супер японца тяжело терять. Потому что ну блин чувак развивается. 89 рейтинг. 331 миллиона заработали. Даже больше чем в прошлом году. Интересно на чем мы так заработали. Тоже непонятно. Тоже не ясно. Но. Ребят надо завершать сезон. Такие дела. Да. Надо что-то придумывать. Новый сезон должен принести больше бабок. Ну не в плане бабок которых через дорогу переводить. А я имею ввиду денег конечно же. Бабок которых через дорогу переводить у меня достаточно. Он на улице сходит каждый раз. Мне нужны деньги клубу. Дайте денег. Мне и клубу желательно. Да. Очень-очень надеюсь что дадут денег. Будем ребята просить. Слезно умолять. Деньги нужны. Да. Ну их как всегда нет. Так. А что это за игрок уходит от нас? И что? Начинается сезон. От нас какой-то игрок ушел. Ну там скорее всего те которые должны были уйти. Потому что ничего тут такого. Дембельник кстати прибавил в рейтинге. Может в этот сезон будет прорывной для нашей команды. Ну на многих игроков кстати контракты заканчиваются. Я надеюсь можно продлить то будет их. Ну тут в арене находится. Этого ей не надо продлевать. Что продается. Здесь наверное тоже. Здесь в принципе можно продлить. Ничего против не имею. Миретти. Продлеваем. Спертияна. Ладно. Продлеваем. Окей. Прощаю за все. Ну в принципе он ныл что зарплату его не устраивало. Данила. Ну тут уже понятно. Уже понятно. Сейчас можно продавать. Костича можно тоже продавать. Уже совсем трэш. Ну Равелу надо продлевать. Так. Кого еще можно здесь продлить? Сейчас денежки потратим. Влахович обязательно. А? Чего блин? Так. Этот сезон будет сезоном обменов. Блин. Надо как-то Влаховича кому-то втюхать. Как? Так? 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 Кого мы можем взять? Кого мы можем взять чтобы Влаховича отдать им? Блин. Что-то FIFA вообще с ума сходит. Что-то такое блин. Так. Кого можно купить? И чтобы такого же рейтинга был. Я только одного игрока знаю такого. И вы его тоже знаете, ребята. Это, конечно же, кто? Кто? Кто этот парень? Кто? Да, вы все правильно поняли. Но мы не выиграли чемпионат. Эй. Но это обмен. Это не покупка. Это обмен. Одного игрока на другого. Либо Бомбапе, либо Холун. Других вариантов нет у нас. Ладно, давайте попробуем еще Холун посмотреть. Давайте попробуем его взять. Окей. Попробуем сделать обмен. Ну, потому что игрок, в принципе, у нас продлить его нельзя. Это нештатная ситуация. FIFA сама вставила нам палки в колеса. И я готов доплатить. 112 миллионов, кстати, в бюджете. То есть, ну, вот так вот. Я не 100 миллионов, конечно, доплачу. Я доплачу столько, сколько там по рыночной стоимости. Ну, чуть побольше. Потому что наш игрок стоит дешевле. Ну, 38 хотят за него. По сути, это не покупка, это обмен. Да. Ну, и FIFA сама, на самом деле, ставила палки в колеса. Поэтому, ребята, сразу же делаем вот такую финт ушами. Да. Обмен с доплатой этом. Я бы, в принципе, Блаковича оставил. Мне просто не оставили выбора. Типа, либо умирай, как клуб. Либо выкручивайся. Да. Поэтому, блин, не получится взять кого-то топового. Потому что у нас тут произошел обмен. У нас теперь Холланд играет в составе. Ну, такие дела. Теперь надо, конечно... Блин, в Урале играет Руис. Надо же, блин. Я никакому не могу смириться, что человек выбрал Урал, а не Ювентус. Урал выбрать вместо Ювентуса. Блин, Урал. Я в шоке. В итоге состав сейчас выглядит вот так вот. Да. И, ребята, все видите сами. Теперь у нас есть Холланд. Причем обмен действительно получился выгодный для второй стороны. Потому что Влахович очень крут. И мы еще и денег заплатили дополнительно, чтобы отдать им своего игрока. И да, получается, реально, я никого купить не могу. У меня банально просто денег не хватит на игроков выше рейтингом. 59 лямов это маловато. Да. Будем реалистами. 59 миллионов это мало для того, чтобы купить игрока высокого рейтинга. Также, ребята, скорее всего, вместо Равеллы будет играть Макинни. Форвард у нас запасной, к сожалению, единственный и неповторимый. Потому что, ну, там... Да, конкуренции нет совершенно. Вообще. Ну, и надеюсь, что хоть как-то игроки будут развиваться. Хоть что-то показывать. Потому что на данный момент, конечно, меня многое еще поражает в этом составе. В плане того, что у нас, например, нет, ребята, ЛЗ. Есть топовый ЛЗ, который вырос. Неожиданно тоже для меня. Причем очень круто вырос. 24 года, у него уже рейтинг 87. И запасных ЛЗ у нас так таковых нет. У нас есть ПЗ. У нас есть, в принципе, так. Перебиться игроки и все. Больше никого-то и нет. Да, интересная ситуация. Ну, я хотел Мирети, в принципе, сюда еще поставить. В случае того, чтобы вывести в Мирети на ЦАПа. Потому что ЦАПов тут нет в запасе. Так, ну что, после всех продаж, получается, у нас есть 129 миллионов. Я думаю, что пора взять какого-нибудь хорошего центрального защитника чисто на замену. Прям вот хорошего. Не того Инасио, который, блин, ребят, игрок замены. А вот именно хорошего, такого, до рейтинга 90. Так, что ж. У нас выбор, конечно, не совсем велик. Надо взять молодого. И в то же время крутого. Кюнде. Один из вариантов. Второй вариант. Гвардиол. Ну, Гвардиол легко ли здесь рубится. Габриэль еще, в принципе, вариант хороший. Из Ромы мы покупать точно не будем. Потому что, ну, это все-таки уже понятно, ребята. Что это наш конкурент прямой. Блин, дальше уже идут игроки так себе рейтинга. Так, 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 так. Кого же можно взять? Буи есть еще у нас, конечно. Ну, Буи тут интересная тема. Ну, 25 лет, у него рейтинг 83. Он примерно как и Насио. Так что, нет, тоже не подходит. Блин, Гвардиола хочется взять. Либо Габриэля. Габриэль 27. Гвардиол стоит дофига. И он только недавно вверх пульт перешел. И мне его не отдадут. И Арсенал не подает все любое. Зато продают Менедыша, который мне не нужен. Кстати, он вообще по дешману продает. ЛЗ. Так, смотрим. Центральный защитник. Бастони еще есть. Опа! Опа, Арсенал делает предложение. Не-не-не-не-не-не-не. Мы перехватим Бастони. Я буду первым. Я первым буду, как кто заберет Бастони. Арсенал делает предложение. Да идите вы в пень. Я хочу взять его. И хочу взять его нормально так. Блин, Квичу хотят забрать. Ну, я могу предложить, конечно, им игрока. Так, мы с игроками. У меня не так все, конечно, круто. Так, Финатио. Ну, блин, у меня тогда не будет еще одного защитника центрального. А вдруг у меня два выпадут? Я не буду стоять в центре. Давайте им Камбьясу отдадим. Приложу им лямов 100 сверху. Я думаю, хороший такой вот ценник. 111 без Камбьясу. Я закрою эту сделку за 108. Давай. 111. 109. Два ляма. Два ляма. Но. Да, хорошо. 109. Отлично. В этом проекте в игре хвою не взять. Так, 4 года. Я бы взял Гвардиола, но Гвардиол уже играет в Ливерпуле. Не смогу его тут вытянуть. А здесь я могу вот Арсенал опередить, забрать игрока. Причем очень даже неплохого. Александр Бастония. 109 миллионов евро. Его трансферная стоимость получилась. Да, это буква. Но понятное дело, потому что мы взяли топового игрока. И он 100% будет, ребята, блистать. И у нас игроки получат здорово. Возьмите 90% собрались потусить. Да, придется Варана пока на банку посадить. Отдать, наверное, капитанскую повязку Полю Пагба. Он этого заслужил. Так, так, так. Так что Бастония, сорян. Полю Пагба будет капитаном. Так, ну и у нас остается ровно час до конца трансферного окна. Вряд ли уже какие-то сделки новые появятся. Ну и, ребята, да, самые два интересных трансфера. Это Бастония и Холланд. Холланд, напоминаю, был взят с помощью обмена. Из-за того, что баг произошел. Можете посмотреть и сами убедиться потом. Но там действительно был баг. Да, и так со многими игроками у меня баг произошел. По этой же причине я, кстати, купил Бастония. Из-за того, что мне нужен был хороший высокорядительный футболист рейтинга 90. И Бастония действительно, как человек, который заменит потом того же Брэмора, подойдет. Ну и, надеюсь, в том моменту и Наси уже вырастет. И обгонит того же Варана по рейтингу. И мы сможем нормальную связку такую составить из этих игроков. Ну и, что касается самых топовых трансферов. Ну здесь, ребята, конечно... Ну, вне конкуренции наш трансфер. Потому что кучу денег мы отдали, по сути. Потому что и Блаховича отдали. Плюс еще 28 миллионов сверху. Блахович у нас развивался. Будь здоров. Да, если вы, ребят, посмотрели, видели. Либо смотрели стрим прошлый. Вы знаете, как у рейтинга у нас там развился. Не знаю. Ну и вот все-таки уходит, получается, Гвардио в Ливерпуль. Локотели в итоге игрок вообще Ливеркузины. Становится, ну, именно в Байерном 4. Сафонов будет играть в Эвертоне. Глебов в Порто ушел. Ну и, в принципе, больше таких вот прям суперинтересных трансферов. Я особо не вижу. Зинит и Фарьяс ушел в Мейнс. Ну еще и Вахи. Теперь игрок. Хитафи. Да. У меня Этнури еще перешел, кстати, в Барселону. Ну, Барселона, наверное, делала ошибку большую, когда купила Этнури. Так себе игрок. Ну что, завершили трансферное окно. И, ребята, надо переноситься дальше. Надо двигаться. Поэтому увидимся с вами в концовке сезона, наверное. Потому что денег больше, по сути, у меня и нет. 16 лямов осталось. Будем просмотреть молодежь в промежутке. Возможно, кого-то подпишем. Но это не точно. Так, ну что. У нас июнь месяц 2026 года. Наверное, результаты меня не порадуют. Сейчас посмотрим. Блин, второе место. Опять игроков до рейтинга 90 надо брать. Милан в этот раз нас дернул. По обедам, кстати, в Самдории в Кубке Италии. Здесь мы вылетели от Турина. С учетом 2-1. Позорненько провели турнир. Реал Мадрид выигрывает Челси. Лигу чемпионов в этом году берет Лейпциг. На удивление просто. Мы прошли группу. Причем группу легкую. Прошли Веркузинский Байер. Прошли... Не прошли ПСЖ. И ПСЖ в итоге дошел до финала. И проиграл Лейпцигу. Дэм. Челси выигрывает Лигу Европы. Лигу конференции берет Арсенал. Что ж, у нас тут получается следующая ситуация. Комада вообще растет как на дрожжах. Я не знаю, он таблетки что ли какие-то пьет. Либо еще что-то. Дембеле растет. Хьезу. То есть атакующая линия у нас классная. В ЦП надо будет разбираться. Это да. Миретти плюс 2 всего крейтинга сделал. Ну Миретти ладно. Будем заигрывать на ЦП чаще. Ну тут понятно. Кстати Варан сильно не убавился в рейтинге. Прям плюс большой. Ну что еще можно сделать? Я даже не знаю. Мне нужен будет ЦП какой-то нормальный. И дальше будем плясать уже от этого. Потому что ну... Макиньи хоть и хорош, но нужно как-то развивать игроков дальше. Так. Сейчас минутку посмотрим. Что еще можно... Ну Холлан. Как всегда оказался лучший. В принципе это было понятно, когда мы его брали. Я его для этого и брал. Вообще-то так. Ух ты. Ильин Джуниор. Развивается. Плюс 3 крейтинга. Надо же. А где наш ПФ, который говорил перспективный? Файоли даже прибал, кстати. Плюс 2 крейтингу. Ну в Интере он прям молодец. Милан нас, блин, обогнал. Это, конечно, печально. Я знаю. Где-то ПФ, я что-то. Я не понял. Перцессу плюс 1. Где-то ПФ у нас был. Брэмор, блин, плюс 2 сделал. У нас, получается, год у него по контракту останется в следующем году. Придется, походу, реально его продавать. Играть другого игрока уже вместо него. Хотя мы в Астоне вместо него взяли. Но в Астоне... 46 имеет этот сам... Вообще защита, кстати, плохо играет. ПФА. Сильвестрия у нас 70. Так и не прибавил Сильти. Вот он, да, перспективный чел. Ну, кстати, Линк Джуниор его догнал. Да, за сезон нехило так себя показал. Для своего возраста рейтинга. Ну, вернется будет к интересным игроку. Блин, есть молодые, перспективные. Вроде как. Но, к сожалению, в молодежке вообще никого не нашли по итогу. Только деньги зря потратили. Ну и зато заработали нехило в этом сезоне. 408 миллионов евро. Ну все, благодаря продаже футболок, мерча всякого разного и так далее. Все благодаря тому, что еще и Холланд пришел. Мы там с него полутали бабок. Занятный так. Смотрите только на доходы. Здесь получается доходов было призовых. 132. Мерчандайзинга 429 лямов. Мы все свои трансферы полностью оправдали. Вот так вот. Болельщики все скупили. То, что могли. Так, ну все, завершаем сезон. Завершаем сезон. Так себе сезон получился. Прям далеко так себе. Надеюсь, будет новый лучше. У нас осталось всего ничего. Два сезона. Пятый и шестой. Вот какой будет решающий. Даже интересно. Так, ну что. Начинаем новый сезон. Пятый сезон стартует у нас. И здесь нужно самое главное посмотреть, сколько денег дали. 105 миллионов. Опять дали немного денег. Все-таки мы из-за бюджета точно никогда не выйдем. Потому что денег дают реально мизерное количество. Но нам нужны центральные полузащитники в этот раз. И нужны мирового класса. Блин, прикольный Нику Вильямс. Выглядит классно. Но у меня игроки лучше. Но у меня ЦП нет нормальных. ЦП у меня нормальных нет. Можно взять Солера, но, блин. Мне нужно прям хорошие ЦП. Витиньи. У него и контракт заканчивается. Слушайте, ну это прям подарок судьбы. Так, ну что. Предлагаем 95 миллионов. И они соглашаются. Они соглашаются сходу на 95 миллионов. Чего? Что, он готов. А, он ключом хочет быть. Ладно. Я тут пытался, знаете, на тормозах съехать. Нет. Ну что, до рейтинга 90 берем. По сути, хороший игрок. Надеюсь, и он принесет нам победу в Лиге Чемпионов. Или хотя бы выход в финал. Витиньи не куплен. 95 миллионов мы за него отвалили. Я уже такие трансферы делаю, что просто жесть. Я уже хочу ЛЧ. Погба, к сожалению, снижается. В рейтинге надо, честно, все-таки отдать по-катанскому пояску. Потому что, честно, будет лучше капитанить. Давайте попробуем так. Ну, у нас Мирет еще есть, на самом-то деле. Блин, Макинни тоже классный, конечно, чел. Но нам уровень нужен повыше. Так, Бастония все пытается капитаном стать. Ну, нет, нет, нет. Честный? Возьми на вратаря Бону. Да подумаем, подождите. Так, тут выясняется один интересный момент. На продление контрактов у меня, по-моему, бабок нет. Так, еще на Голд Честного продлим. Брэмора продлить я не могу, я уже говорил в прошлый раз. Париси, ну, продлить получится, но, опять же, ненадолго. Инасио, Ренш, Камаду. Вот кого надо продлевать? Камаду надо продлевать, 100%. Да, Камаду надо продлевать. Но денег нет, денег нет. Осталось совсем чуть-чуть, по-баблинскому. Денег не хватит, чтобы продлить игроков. Поэтому сейчас кого-то продадим. Посмотрим в итоге, что у нас получится. Я очень надеюсь, что захотят кого-то купить. Инасио, Закарио, смотрите, прям по вашему предложению пришло. И он уходит еще, получается, либо в Реал, либо в Ливерпуль. Надо же, у Закарио интересная карьера ожидается. Посмотрим. Как раз на все хватит. Так, ну, надо продать еще Рейн Равелло. У тебя ротации тогда вообще не будет. Ну, ладно, не будем продавать. Я же чисто за ротацией-то брал игроков. У меня там Макинни есть, получается. У меня есть Поль Пагбан, есть Витинья, есть Миретти. И вот Равелло, получается, тоже. Ну, по Миретти. Ну, продавать Миретти я не буду. Я еще до сих пор в него верю. Здесь в аренду отдавать игрока надо. Срочно. Бруно должен развиваться. Инасио не продаем. И, получается, деньги должны были появиться у нас. Да, 49 лямов на продление контрактов осталось. Всех, наверное, продлим, кого можно. А кого нельзя, продлевать не будем. В принципе, логично, да? Так. Команда стала больше зарабатывать. Понятно. Сприцану продолжаем держать у себя, наверное. Чуть позже, наверное, Адаму в аренду тоже пускай играет. Так, с Вараном здесь все не так однозначно. С Пагба тоже. Так что их оставляем. Здесь, конечно, игрок заслужил зарплату побольше. Здесь, блин, здесь чистая продажа должна быть. Ну, ладно. У нас с ЛЗ и так проблемы. Пускай будет. Тут ренж вообще не прибавляет, поэтому... В следующем сезоне, возможно, если деньги мне понадобятся, я продлю. О, иначе вот-то уйти сам хочет. Говорит, поворот. А я вот такой не продаю, не продаю. Ну, что? Походу, придется продать. Будем покупать другого центрального защитника. Так. Что еще у нас там? Бруно. На год его продлеваем. Ну, отдаем в аренду точно на год. Так, ну-ка, мы куда не спихиваем. Запасной форвард нам всегда нужен. Так, ну что, иначе придется продавать, куда только можно. Куда пойдет, туда пойдет. Такие дела. Так что будем сейчас думать насчет еще ЦЗ. Чего бы я не мог никогда подумать, что у нас в итоге ЦЗ и нужен будет еще один. Потому что иначе из запаса решил уйти. А смотрим, кого можно взять. Блин, Свен Ботман. Прикольно. Прикольно. Слушайте, метр девяносто три рост. Стоит недорого. Отлично. Я возьму его. Я возьму этого парня. Я заберу его к себе. Правда, стоит он достаточно много. Блин. А может попробовать им спихнуть кого-нибудь. Поль Пагбан остается как ветеран. Файоли. Равелла можешь им кинуть? Ну, тогда я многое слишком предложил. Ну-ка. 103 ляма, блин. Может еще кого-нибудь игрока хотят. Раз МЦЗ не нужен. Давайте спиртся нададим Марселю. Сами предложим сверху. Вот такую сумму. Но. Подумать. Подумать решили. Да ладно. Динамо хочет купить Равеллу. Пу-пу-пум. Здесь, кстати, согласны. Здесь согласны. Насчет того, чтобы я Ботмана забрал. Слушайте, а что, как я принял предложение в 103? У меня что, деньги были, что ли? У меня же 87 лямов. Что-то не понял. Блин. Я перед выбором нахожусь. Ладно, я Равелла все равно хотел продать. Не, ну 103 ляма за Ботмана, по-моему, много. Так, я продал? Нет. Кстати, Беланова очень нехило выглядит. Я его просто подпишу к себе. Такое нельзя упускать. Угу. Так, Миретти. Миретти можно, наверное, в аренду отдать. Там есть кому играть. Так, и Юричи тоже в аренду. Миретти пускай идет в аренду. Все-таки поиграет годик. Может, вернется намного лучше. Так, Фабио Миретти уходит в аренду. Беланова, получается, к нам приходит. Да, это чисто запас. Свободных агентов забрали игрока очень неплохого уровня, я считаю. Пускай лучше у нас будет, чем кому-то еще достанется. Ботман снова готов для переговоров. Блин. Блин. Они приняли предложение Манчестер Сити. Подождите. Стоп. Стоп. Мы с ним не договорили до конца. Теперь у меня больше денег. У меня теперь больше денег. Я перебью все ваши ставки, господа. 84. Все. Все. Я без всяких вопросов забираю его за 84. Это не 103. Еще и деньги остаются. Нормальная тема. Нормальная. Все. Так и было рассчитано. На это и был расчет. Все. Замечательно. Так. Ну и здесь все меня устраивает. Все. 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 Теперь главное всем остальным поднять настроение деньгами. И можно этот сезон продолжать. Ну правда мы, блин, проиграли Роме. За счетом 2-0. Нормально ли это вообще или нет? Здесь, конечно, вопрос риторический. Ну оставляем, короче, Бремеры. Продавать его не буду. Так уж и быть. Пускай уходит. Может быть этот сезон еще затащит. Но у нас сейчас есть Ботман. У нас, конечно, не все так радужно. С другими позициями. Получается форвард. У нас и ПФА. А, кстати, много народа уже ушло в аренду. Да, ротация у нас, конечно, знатно просела. Ох, еще я еще одному дал в аренду. Посмотрим в итоге, что получится из этого всего безобразие. Мягко говоря. Так, ну посмотрим, как будет играть состав. Слушайте, а у нас нет вратаря запасного. Надо взять. Надо взять запасного вратаря. Так, может быть здесь есть кто-то такой, кто как запасной подойдет нам. Молодой запасной. Есть ли такой тут вратарь? Давайте посмотрим, подсортируем по вратарской линии. Но молодых здесь особо нет. Слушайте, Кобель классно выглядит. У меня на него денег не хватит. Он еще и лидер команды. Донорума точно нет. Блин, молодых нет. Вот, кстати, его мы можем взять. Вот этого паренька мы можем взять. И причем не слишком дорого. Нормально, как запасной самое то. Леофона. Я очень надеюсь, что отдадут мне его. Ну, в принципе, недорого отдают. Зарплата как раз денег хватит. И у нас будет запасной. Галкипер. Так, важный игрок. Он, в принципе, понимает, что он пока будет под честным. Блин, ну общий рейтинг, конечно, команды хорошо так подрос, я считаю. Но вот вопрос будет, как мы будем дальше играть. В день, кстати, вообще не остается. Но нам больше они не понадобятся, на самом деле. Так, ну что, Леофона купили. 45 лямов за него заплатили. Это Б. То есть у нас, по крайней мере, есть запасной теперь еще и игрок. В этом можно испытать даже небольшую радость. Так, ЛФЗ. ЛФЗ. Ну, кстати, выглядит все крайне занятно сейчас. Теперь осталось все мощное настроение будет поднять. У нас тут оказалось, что все, в принципе, довольны даже. Ну что, посмотрим, как в итоге команда себя проявит. Переносимся, короче, сразу, ребята. Давайте я покажу вам историю трансферов. Что вообще происходило. И перенесемся мы сразу в концовку сезона. Пожалуй, все на этом, да. Пока в мире, конечно, есть интересные сделки. Хаверс теперь игрок Баварии. Диабид теперь игрок Интера. Ну и, в принципе, Элиот, кстати, ушел в матч Этер-Сити. Удивительно. Захарян игрок Рена. Да. Ну а мы переносимся в концовку сезона. Надеюсь, что там будет крайне все интересно. И, наконец-то, будет финал. Поглядим, увидим. Так. Перенеслись мы в концовку сезона. Ее месяц с 2027 года. Но этот сезон меня вообще не устраивает. По результатам мои вторые. Опять. Нет игроков Рейдинга 90 и выше. Все. Следующий сезон финальный. Опять ничего не получается. Но у нас уже свои игроки непхил так прибавляют. А Ботман уже реально очень хорош. Он как раз Брэмора заменит. К сожалению, Брэмор уходит после этого сезона. И уходит, ребята, походу надолго. Да. Ну и у нас, честно, тоже начинает снижаться в рейтинге. И если посмотреть, здесь бесплатно... Кстати, подождите. Мы не можем ли случайно Брэмора сейчас продлить? Его никто не может продлить. Он станет собранным агентом. Мы попробуем забрать его так. Попробуем, короче, в начале сезона следующего Брэма разобрать. По результатам. Здесь все плачевно. Никакого финала в Лиге Чемпионов. Это точно. Нет победы и в Кубке. Здесь Наполе выиграет над Соло. Вылетаем. Блин, сейчас на 2-1. Вообще позорище какое-то. Вышло опять. Супер Кубок UEFA берет Лейпциг. Лигу Чемпионов Манчатер Сити. Мы здесь даже 1-8 финала не прошли. Но Ливерпуль нам попался в 1-8 финала. Учитывая то, что Ливерпуль, кстати, свою группу не прошел с первой строчки. Не вышел с первой. Наполе вообще третье место занял. У нас, в общем, чемпионат еще не сильный, как оказывается. Наполе взял Лигу Европы, да. Лигу Конференции берет Баруси Дортмунд. В принципе, сезон получился таким вот вратным, блин. Милан, конечно, тащит вообще. Наполе там хоть на 4-й строчке, но из группы своей тогда не вышли в Лиге Чемпионов. А мы, ребята, вот просто на тоненького проиграли серию из-за глупых и нечаянных результатов. Нужно как-то делать с ротацией что-то делать. Надеюсь, что команда будет все-таки прибавлять. Надо попробовать взять на замену все-таки форварда, как обычно советуют мне. Леофон будет, походу, следующий игрок основы. Его успехи команды не устраивают вообще. Ну и, в принципе, Леофон здесь матчи сыграл, кстати. Холл, он лучший бомбардир нашей команды. Кстати, Хвич Хворасхелия забил 27 мячей за 49 игр. Вот так вот в Наполе он блистает. Такие дела. Но в следующем сезоне к нам возвращается, на секундочку. Камада, Кьеза, в общем, Дембеля вообще не очень. Хоть и рейтинг 90, у него ему 30 лет, кстати. Хворасхелия, возможно, Дембеля заменит в будущем. Здесь уже есть такой вариант. Виттини 20 голевых передач отдал. Вот это отличное приобретение. В Эстонии в итоге на 6,5 сыграл. Берамор на 6,57 вообще играет. По центральным защитникам здесь, конечно, не разбериха тотальная. Ботман на 6,49. Ну, то есть никто нормально не играет в центре защиты. То ли тактику надо менять, то ли еще что-то. Но пока я вообще раздосадован тем, что вижу. Ну, вообще ничего не устраивает меня то, что я вижу. Потому что, ну, ребята, так нельзя играть. Так играть нельзя. И уходит от нас пока Берамор. Но я надеюсь, что я смогу в следующем сезоне все даже продлить. Да. Так, ну и что, ребят? У нас следующая ситуация. 373 миллионов прибыли. Денег нам больше не дают. 105 миллионов это наш максимум. Следующий сезон, следующий сезон будет финальный. Очень надеюсь, что получится, ребята, затащить. Да, опять вторая строчка в чемпионате. Опять нет рейтинга 90 и выше. Это прям печально. Поэтому без этого рейтинга придется брать игроков рейтинга до 90. Таких немного. Прям совсем топового уровня. Но есть все же. Все же какие-то игроки есть. Сейчас попробуем. Посмотрим, сколько еще денег нам дадут. Будем от этого отталкиваться. Финальный сезон. Финальный сезон данного проекта. И, ребята, в этом сезоне мы просто попробуем реально пройтись по запасу. Сейчас посмотрим, сколько денег дали в этом сезоне. 105 миллионов, да? Как всегда. 103 миллиона. Я не удивлен. Я просто не удивлен, что нам так мало денег дают. Так, контрактики я продлил. Что касается финансов, денег мы особо не потратили. Так что продолжаем поиски. Блин, опять FIFA мне подлянку сделала. Как будто знают про моё правило. Да, игрока 90 и выше мы взять не можем. Вот если бы взяли чемпионат, вот двух очков не хватило до такого топа без ста. Сейчас придется, блин, выбирать среди тех, кто хоть как-то подходит по рейтингу нашей команде. Среди нападающих мы будем выбирать. Есть Декателар. Есть Гуири. Слушайте, Гуири давайте возьмем. Недорого стоит. В нем что-то особенное есть. Посмотрим, блин. Интересно же, что из него выйдет. Так, 74. Попробуем за него отложить. Джуниор пытается на сюда нашего воспитанника запихнуть. Я бы другого бы отдал, на самом деле, игрока. Давайте им спиртсяна отдадим. Ну, чувак не разбивается. Пускай хотя бы в Рене будет играть. Ну, 7,7 спиртсян, значит, дорого. 67 спиртсян. 77. 69 спиртсян. Все, их это устроило. Так, ну все. Берем Гуири. На банку самая то игрок. Он и готов сам быть нерегулярным. Все видите сами, ребят. На 3 года подпишем его. Как раз до 30 лет. Но больше в продолжение проекта этого не будет. Вряд ли вы такие скажете. Хотим продолжение. Поэтому либо провал у нас в этом проекте. Либо, ребята, успех. Другого не дано. Так что, крайне интересный сезон вас ожидает. Да. Так, ну и все. Пожалуй, пока с форвардом разобрались. Теперь бы разобраться с ЦП. Да, на нового ЦП у меня просто банально денег не хватит. 30 лямов у меня всего. Так что придется, ребята, как-то этот сезон без нового ЦП. Блин, я очень надеюсь, что команда затащит. Ведь общие трансферы, вот они, на ваших экранах. По сути, да, надо хорошо продавать. И, может быть, деньги появятся. Единственный трансфер мы сделали всего лишь. Денег мало. Нужно делать продажи. А пока продавать даже не знаю кого. Все-таки давайте возьмем Канте Тайлора. Продал я лишних игроков. Ушел из моей команды. Получается, один футболист из центра как раз ушел Файоли. Если правильно читаю его фамилию. И можем взять Тайлора. Должно денег хватить на него. Проверим. Нет, не хватает. Смотрите, 113 лямов просит за него. Может, ему Пагба нужен. Ну, просто все, что могу предложить им, это вот так. Потому что мне на зарплату еще денег ему ставить. Не нужен ему Пагба. Так. Ну, вратарей у меня все равно два. Центральных защитников у меня достаточно много. Точнее, крайних защитников. Давайте им Ренш отдадим. Так, а если таким образом думать будут? Блин, я же хотел Брэмор еще посмотреть. Тут листаю, листаю сижу. Брэмор уже, походу, забрали. Да. Он же перешел, скорее всего. Да, он в Роме играет. Он ушел к нашему конкуренту. Он, походу, реально перешел. Просто мне не отобразилось. Он сразу там был. Такие дела. Так вот забрали ему у меня игроки. Чисто из-за бага очередного. Ладно, сейчас подождем. Может быть, там раздупляться с игроком. Но это не точно. Интересно, как мы там с Интером сыграем. О, победили. Так. А что по игроку? Жесть. 113 лямов. По-прежнему хотят за него 113 лямов. Просто даже если мы продадим, у нас все равно не хватит. О, 85. Слушайте, нормально. Сейчас уже намного лучше предложение. Мне нравится. Так, на 5 лет его подпишем. Все. Ну-ка, по зарплате что у него будет? 100 тысяч. И 1600 им заплачу. Благо, контракты уже успел продлить. Поэтому, ребята, сразу же после этого трансфера переносимся в концовку сезона. Поставим Тайлора в основу. Очень надеюсь, что он будет хорошо играть. Так что, ребятки, все. Финал впереди. Ну, как финал. Финал проекта впереди. Возможно, будет у этого проекта продолжение, но это не точно. Да. Я в любом случае хочу все-таки до конца пролистать трансферное окно. Потому что, блин, интересно, кто больше всех приобретений сделал. Кто дороже всех игрока купил. Реально же интересно. Монако там закупается, конечно же, знатно. Рома закупается. В этом сезоне Рома, походу, всем жару-то задаст. Чемпионат. Маки не хотят зениться и забрать. Но я не буду, наверное, его отдавать, потому что мне нужен запасной игрок. Да. По аренше тут тоже предложения идут, идут, идут. Ну, и ничего. Слушайте, ну... В принципе, толком-то и ничего не происходит. Нет. То есть, сейчас узнаем заодно, кто больше всех потратил денег в этом сезоне. Даже интересно. Ну, Наполе все пытается у нас в этого Париси выкупить. Но этот тарянец мне нужен самому. Кравцов, кстати, будет играть в Реал Мадриде. Прикиньте. Ну, у нас, получается, в этом сезоне два трансфера, да? Если посмотреть вот так вот. Вот, да, два трансфера и продажа, получается, вот. А в мире это, получается, самая лучшая продажа. Ох, это Гравенберг в Милане. И он из ВСХМ ушел, кстати. Мартинес, игрок Шпор теперь. И все. Все, по сути, из топовых трансферов. Вот этот какой-то миллер. Так что, ребята, переносимся в концовку сезона. Сейчас еще группу Лиги Чемпионов заценим. Ну, и тут чуть-чуть сейчас состав поменяю. Тайлор выйдет в основе. И чуть-чуть, наверное, мы сделаем побольше глубины. Будем играть, наверное, 50 на 50. Медленный розыгрыш, владение. Все по традиции. Попробуем, ребята, чуть-чуть поинтереснее играть. Сейчас, кстати, можно попробовать еще, наверное, побольше глубины еще чуть-чуть. Хотя нет, глубины достаточно, достаточно. Мы же без опорника играем. Блин, команда, конечно, круто прибавляет. Прямо машина. Вы только взгляните на эту группу. Челси, Зенит, Аммония, Ювентус. С Челси будет прям борьба знатная. Да. И вот перенеслись мы в концовку сезона. Май месяц, 2028 года. И что ж, ребята, мы в финале Лиги Чемпионов. А значит, задача выполнена. Ну, а как сыграем этот финал? В скором времени узнаете. Да, Лига Чемпионов на ваших экранах. Ну, хотя оценка у нас не очень высокая. Вы видите, все сами. И, ребята, вот этот состав дошел до финала Лиги Чемпионов. И, в принципе, это неудивительно. Единственное удивление вызывает, наверное, только счастлив в воротах. И все. Но мы его заменим. И дальше, ребята, будем уже выходить и играть. Единственный еще один момент, очень такой интересный. У нас игрок молодежки, который был с самого начала, не хило так прокачался. Не тот, которого мы нашли. Он просто находился уже в молодежной академии. За эти годы он хорошо так прибавил. И будет еще прибавлять. Очень перспективный игрок оказался. Но игрок молодежки, кстати, не особо прибавил. Это который Юрич. И наши игроки, которых мы находили на протяжении всего проекта, просто, ребята, не очень хорошо развиваются. Но у нас и не было задачи развивать молодежь. У нас была задача выйти в финал Лиги Чемпионов. Что я, в принципе, и сделал. И сейчас нам нужно этот финал выиграть. Так что, без лишних слов, приступаем сразу к финалу. Не будем идти на конференцию. Потому что конференция, мне кажется, ничего здесь не даст. Команды и так заряжены. Команды и так готовы. Выходим на поле. Ювентус Атлетику Мадрид. Финал Лиги Чемпионов. Вот этот вот замечательный кубок достанется одной из команд. Кому именно, в скором времени узнаем. Ох, да, интересный финал нас ожидает. И вот он в состав, ребята, Ювентуса. Как вы понимаете, тренером нашей команды является Андрея Перло. В воротах у нас Ляфон. В полном, кстати, играет по 11 номеру. Он сам себе его выбрал такой. И, ребята, у нас очень даже неплохой состав подобрался, я считаю. Вот этот классный состав, да. Именно эти ребята дошли до финала. Но мне в первую очередь интересен еще состав Атлетика Мадрид. Ведь и тут подбор очень такой весомый. Вы только посмотрите на эти фамилии. У них в составе, ребята, до сих пор играет Облак. Да еще и Концелл на левом фланге. И есть Фернандес. Тут еще Ньюэс. Да и линия обороны очень неплохая. Ну что, посмотрим, как будем взламывать их линию обороны. Сегодня нас ожидает потрясающий матч. И я думаю, что накал страстей будет велик. Хочется выиграть этот финал. Хочется взять и победить. Тем более, что мы вышли, считаю, в последнем шестом сезоне в этот финал. И победа сегодня, ребята. Ух, как необходимо. Ой, какая передача в центр. И как же здесь Облак вытаскивает. Перла недоволен. Надо было забивать этот момент. Но Облак просто затащил, ребята. Тайлор. Удар. Высший ворот. И, ребята, Кьезо на фланге. Обходит игрока. Бьет в ближнюю. И здесь снова Облак. Кьезо делает подачу. Удар через себя. И отворот. Да. Ведь Тинни неудачно пробил. Хотя подача была очень даже хорошая. Кьезо. Отличная передача на команду. Команда на Холланда. Холланд. Холланд. Выше ворот. Не летит мяч. Ворота сегодня. Атлетик Мадрид. Ни при каких условиях. Я не знаю. Бьем и бьем. Бьем и бьем. Но мяч так и не залетает. Ведь и нет. Какая передача здесь может получиться. И что? Кьезо. Сколько моментов. Сколько моментов. И все ребята просто в молоко. Ну, где-то два, конечно. Ну, два момента, конечно, затащил в облак. Остальные просто банально мы не реализовали. Команда здесь уничтожили. Сейчас за контратаку Атлетика Мадрид. Играют они, конечно, на контратаках сегодня. Так, первым номером играем мы. Какая тонкая передача. Фримпункт подключается. Центр передачи. Удар. Какой сейв Яна Облака. Если бы не Ян Облак. Если бы не его замечательные сейвы. Сегодня по-любому уже вели бы мы. Дембеле. Подает. Удар снова через себя. И здесь Ботман. Ребята, опять не забиваем. Опять не забиваем. Непонятно, когда в мяч все-таки залетит в ворота. Провал на фланге у нас тут обороны. Ботман страховал Фримпонга. Фримпонг вернулся вроде бы и все. Нормально. Олан. Отличная передача на Дембеле. Дембеле дальше на Камаду. Камада снова на Дембеле может скинуть. Но сейчас забивать нужно. Это да. Наконец-то. Наконец-то залетает этот мяч. Сколько можно-то уже, блин, бить и бить. К слову, Камада делает очередную голевую передачу. Причем здесь очень даже красиво получилось. Дембеле сходу по дно касания забивает в угол ворот. Ну, красавчик. 1-0. Интересно, что на это ответит Атлетик Мадрид. О, подкат сзади. И Париси, по-моему, получает травму. Желтая карточка. Хотя судья мог дать и красную, на самом деле. Очень жестко. Очень жестко подкатился Кинсли Коман. Смотрите на этот момент. Не, ну это подкат сзади, ребят. Ну, судья пожалел. Будем честны. Пытаются взломать здесь игроки Атлетик Мадрид нашу оборону. И у них это получается. Передача в центр. И, ребята, 1-1. Как быстро мы были взломаны. Да. Здесь провал. Потому что один игрок обороны в итоге держал. Футболист Атлетик Мадрид. И другой побежал за Фелишем. И Энн Эссери. В итоге оказался 1-1 с нашим вратарем. В итоге один удар, один гол. Атлетик Мадрид. И опять начинать надо все сначала. Примпонг. Здесь прессингуем соперника. Ну, надолго ли нас хватит, непонятно. Полон. Тонкая передача. И команда. Здесь облак. Просто вытаскивает облак. Еще и не было углового. Ух ты. А что это вратарь-то? Почему они вратаря хотят сменить? Не могу понять. Облак-то вроде хорошо играет. Странно. Очень странно. Так. Момент снова. Здесь Ботман. Молодец. Хорошо сыграно Ботмана. Команда. Потрясающая передача на Кьезу. Кьеза. А может быть в центр отдать? Как-то красиво. Нет? Нет. Такое не проходит. И в итоге после первой половины счет 1-1. Да, ребята. Тяжелая игра получается. Несмотря на то, что их G у нас повыше. И в принципе моментов мы создали больше. Пока забить, к сожалению, второй мяч не можем. Может быть в второй половине что-то изменится. Надо будет попробовать выпустить нашего воспитанника. Ну как воспитанника. Молодого игрока, который находится в основе с самого начала проекта. Может быть он что-то поменяет? Полон. Ну, здесь вообще со всех сторон просто зажимают. Пробуем играть в передачи. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто зажали. И вот Витиня. Молодец. Смотрите, что происходит. Как жестко играют футболисты и Атлетика Мадрид. Блин, как здесь вообще прошла передача. И опять захлебывались. Сидят в обороне. Смотрите на их автобус. Моменту. Дембеле. Дембеле. И снова облак. Снова Ян облак. Снова подача. Ботман. Ух. Облак вытаскивает. Очередная подача с углового. И очередные удары. И снова облак. Да что ли? Сколько можно-то? Когда же мы пробьем-то наконец-то? Когда же мы наконец-то его пробьем? Я не знаю. Это просто, ребята, какой-то непробиваемый голкипер. Ой, хорошо разыграли. Холланд. Холланд. Не летит мяч в ворота. Просто не летит. Ну, то есть, летит, но вытаскивает облак. Надо было тут разыграть лучше, наверное. Позиция у нашего 14-го номера Тейлора была намного, намного перспективнее. Кьезо удар через себя. Господи. Давайте выпустим Иринга Джуниора. Подача Иринга Джуниора в Ботман. И добивания будет? Не будет здесь добивания. Потому что не дали просто добить нормально. Так, вот это заброс. И Холланд. Холланд с мячом. И как красиво. Как красиво он разобрался. И, кстати, не было офсайда, что удивительно. Такое ощущение, что просто люди... Да, люди просто, ребята, не выдержали линию. И Холланд разобрался. Красавчик. Давайте Макинни выпустим. Поиграть. Потому что центр у нас сейчас будет провисать. Ну, кстати, облако здесь мог затащить. Немножко ему не хватило. Но он не затащил. Это самое главное для нас. Потому что сколько он сделал сегодня сейвов. Тут мог быть счет намного крупнее. В полпозиции находится наш защитник. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сейчас тут опасный момент был. Примпонг. Не знаю, сыграть через центр. Если потом попробовать выбить Ляфону. Иллинг Джуниор. Ой-ёй-ёй-ёй. Обрезка-то какая получилась. Неприятная. Кинсли подает. И как Ляфон сейчас вытаскивает. Иллинг Джуниор. Отличная передача на Холланд. Холланд догоняют. И здесь нет. Здесь офсайд все-таки будет. Да. Плохо. Плохо, когда в итоге есть подстраховка у защитников. И когда Холланд не набирает скорость. На джиму у них выходит. Так. Здесь Холланд хорошо играет. И попробовать центр отдать удар. И добивания не будет опять. Да что ж такое-то сегодня, а? Пытаемся мы здесь, конечно, забрать мяч себе. Но вот эти вот круговороты меня немножко выбивают. Что мы просто, ребят, не успеваем к мячу. Соперник играет побыстрее. Это явно видно. Энцо Фернандес и Леофон. Последние минуты матча. Хорошо сыграно в обороне. Две минуты до боли от судья. И сейчас команда. Японский гений. Давай. Не хватает сил уже просто. Ни у соперника, ни у нас. Еще и кто-то на травме. Но все равно забивает. Это Илинг Джуниор. Ставит точку в этой встрече. Все. Все, ребята. Это победа в финале Лиги Чемпионов. Надо было раньше оформлять на самом деле эту победу. Потому что сейчас это был настоящий пот. Просто посмотрите. С травмой забивает Илинг Джуниор. И вот тут чуть-чуть не хватило, чтобы перехватить этот удар. Чтобы просто взять его и перекрыть. В чем-то нам даже сейчас повезло. Ну и самое главное, что встреча окончена. И мы стали победителями Лиги Чемпионов. Обладателями Кубка ЛЧ. И задача проекта теперь на 100% выполнена. Да, неплохой сезон получился. Я бы сказал, даже в принципе отличный сезон. Невеликолепный, конечно. Там есть свои погрешности. Есть свои минусы. Но самое главное, что мы взяли этот трофей. Взяли трофей ЛЧ. Наконец-то. И будут вручать. Сейчас будут вручать этот замечательный кубок. Посмотрите, как он переливается. Это просто чудо какое-то. И поднимет его над головой Бастонин. Да, человек пришел. Показал результат. Человек просто взял. И помог команде выйти в финал ЛЧ. Я думаю, что без него вряд ли эта победа вообще получилась. Сегодня он много перехватывал. Сегодня он старался. Сегодня он разрушал как мог. Ну, за исключением тех огрехов, которые были, да. Там действительно были, ребята, моменты, когда косяки обороны были видны. Но Леофон, конечно, не особо меня порадовал. Там единственный сейф, наверное, был классный. Это вот как раз, когда подача была с фланга. И бил игрок Атлетик Мадрид головой. Там, да, там классно засейвил. Красиво. И все такое. Но в остальных моментах, например, в первом мяче... Хотя и в первом мяче не было шансов на самом деле. Ну и, ребят, фото на память. Ювентус выигрывает Лигу Чемпионов. Запомните этот исторический момент. Да, конечно, матч получился забористым таким. 27 ударов мы нанесли. 27 ударов. Жесть. Просто жесть. Соперник нанес, кстати, 4 удара. Ну, мы соперника по всем статьям переиграли. Единственное, что по сейвам соперник переиграл нас. 14 сейвов у Яна Облака. Я думаю, что ему надо было девятку давать за этот матч. Ну, опять же, речь идет про оценку. Не про машина. Но дали ему всего лишь 6,9. И это, ребята, за 14 сейвов? Да. 82% успешных сейвов, кстати. 17 ударов створ было. Били мы и били. Причем очень убойные позиции были. Посмотрите на эти позиции внизу. Ну, дали всего лишь оценку 6,9. Еще он один из лучших игроков встречи был. На секундочку. Намного больше забили его, если бы не Ян Облак в воротах. Так, ну а кто лучший игрок нашего состава? Давайте взглянем на это. Холмон. Да, лучший игрок состава Холмон. Неудивительно. Команда, как всегда, меня, ребята, до сих пор удивляет. 24 забитых мяча. 18 голевых передач. Потрясающий игрок. Ну и посмотрите на Кварасхелия. 16 забитых мячей, 8 голевых передач. И в Наполе он чувствует себя, как в своей тарелке. Ну, Кварасхелия был взят чисто на запас. И вообще он был для смены Дембеле. Но подрос наш Илинг Джуниор. Поэтому, если бы проект продолжался дальше. Кстати, он может продолжиться дальше. Но просто дальше будет строительство молодежки Ювентуса. Если мы, конечно, соберем 2000 лайков за неделю. Тогда я сделаю продолжение. А так Илинг Джуниор, да, его полностью бы заменил уже в следующем сезоне. И, возможно, даже еще больше бы развивался. Так, ну что это касается, именно, ребята, вот по голам, кто лучший. Кстати, в Химках у нас находится Бруно. У него рейтинг 77. Соль 82. То есть он перестал вообще развиваться. Ну и, в принципе, все. Все. Уходит в этом сезоне от нас варан. Так как просто ребята не смогли продлить с ним контракт. Что касается результатов в лиге. Здесь немного нам не подфартило. Рому берет Доги Серия. Победу в Кубке Италии взяли мы. Супер Кубок Офигер от Матча Тресити. Лигу Чемпионов взяли мы. Кстати, мы шли к финалу Лиги Чемпионов. Следующим образом прошли группу. Где, кстати, Зенит занял вторую строчку. И ребята выиграли Баварию в 1-8 финала. Причем с общим счетом 6-2. В четверть финале, кстати, мы выиграли Матча Тресити. В полуфинале мы одолели Наполе. И в финале, как вы видели, Атлетик Мадрид просто пал. Лигу Европы в этом году выигрывает ЦСКА. Лигу Конференции и Франкфурт. В принципе, получился хороший сезон. За исключением того, что мы просто, ребята, с вами не смогли выиграть чемпионат. Хоть и заработали, кстати, 4-4-4-2. Миллионы евро. Заработок, в первую очередь, связан с тем, что мы неплохо продаем футболки. И футболки продаются неплохо именно Холланд. Не зря мы его вообще взяли. Не зря мы и обменялись. Потому что клуб заработал на его трансфере огромное количество денег. Просто огромное. И вакансий, конечно, никаких у Перла нет. Хотя он выиграл в финал Диги Чемпионов на секундочку. Но никто у него не хочет себя видеть. Но в любом случае, сезон получился реально отличным. Я получил удовольствие. И надеюсь, получили это удовольствие и вы. Кстати, мне хотелось посмотреть, кто лучше бомбардир. Это Холланд, да? И Спасито нехило так, кто же забивал. По галюмпасам здесь Доку. По сухим матчам Левакович. Кстати, самое интересное, что нашего голкипера здесь и близко нет. Вот это поворот. В Лиге Чемпионов стать лучшим голкипером признан Куртуа. По галюмпасам Камада. По топу бомбардиров Холланд. Красавчик. Кстати, Влахович на третьей позиции. И кто будет говорить, что в Влахович и Холланд это ребята небо и земля? Это не так. Между ними небольшая разница в игре. И Влахович у нас иногда даже забивал больше. Так что, ребятки, не факт, что если бы у нас не было Холланда, мы бы не выиграли финал Лиги Чемпионов. Все бы мы сделали. И, возможно, сделали бы это и раньше. Просто произошел конфуз. И игра сама ставила нам по первое число. Да. Взяла просто и кинула нас. Но мы выкрутились. Мы, как всегда, выкрутились и вышли в финал ЛЧ. И, как вы поняли, что я ни одному матчу, ни в одной восьмой, ни в одной второй финала, ни в групповом этапе не сыграл сам. Это все симуляция. Именно она привела нас к этому финалу. Который получился, на мой взгляд, очень красивым. Но будет ли у этого проекта продолжение, где мы будем как раз таки строить молодежный состав, мы будем искать молодых игроков, все решите вы. Возможно, будет какая-то перезагрузка. Если вы, конечно, ребят, соберете 2000 лайков за неделю. 2000 лайков за неделю, и мы продолжаем данный проект. Ну а с вами был Матрик. Всем удачи, до скорых встреч. Также можете заценить другие видосы на канале. Вот они на ваших экранах. Крайне рекомендую вам посмотреть карьеру за свой клуб. Если вы еще не видели. Если вы видели этот видос, то можете посмотреть еще и за Тудротс. Да. Вон справа, ребята, этот видос. Смотрите. Ставьте лайки. Ну и я пошел. Всем пока. Смотрите.